Всю задержку выставил, погнали на Европу сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все ништяк. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ребят, вспомнил, какой я матч-то первый собирался стримить вообще. А, Soul Strange я собирался первым стримить, насколько я помню. Стрим пошел, да, стрим пошел, отлично. Пильну рекламу, почет пошел, помните, про AdLoki, ну и поддерживаете там и все дела. Подарки дарите тоже по возможности за раз, чтобы потом спама не было. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, вроде все подтягиваются по чуть-чуть. Субтитры сделал DimaTorzok 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 я вроде бы здесь но я не знаю слышно ли меня первый раз слышал отлично здравствуйте всем да разрешите представиться меня зовут марк и мне я очень стесняюсь спасибо вам что участвуете в этом тоже вносите свое время в этот процесс лепту да давайте уже почти сразу к делу и оставил совсем чуть-чуть да я придумал небольшую викторину для стримеров данном случае для сергея евгения вот правил очень простые у меня есть четыре группы вопросов каждый вопрос будет правильный ответ на вопрос будет стоить премиумы для зрителей в чате стримера то есть если в день и правильно отвечает на вопрос и этот вопрос один премиум его зрители от 1 премиум если евгений например неправильно отвечает на вопрос на тот же вопрос отвечает сергей и забирает от премиум себе если оба неправильно отвечают то премиум переходит следующий тур но и стоимость вопросом будет расти но я вам просто строга там связано или да 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 если они неправильно отвечают у премиум не можно нет ну что вы готовы попробуем уложиться в парочку минут я провел жеребьевку и первым будет отвечать евгений а мы вот так на слово тебе верить должны что-то и право да да придется ну давай первый вопрос стоимостью один премиум в каком году вышел starcraft 2 бета считается или нет релиз официальный релиз официальный релиз 2010 правильные ответы тысячи десятый и чатик мэджика получает один премиум я его закину после викторины теперь вопрос для сергея какого какого числа starcraft 2 стал распространяться как free-to-play числа именно тебе надо именно числа а это серега отвечает все прошу про это это было недавно совсем ну поскольку спросил числа ты сказал 14 мы засчитаем правильный ответ 14 ноября ну просто так вот на месяц один премиум для зрителей сергей теперь повышаем сложность вопросов каждый вопрос стоит два премиума вопрос нас начали еще по случает сергей сколько клеток на карте занимает протасовский nexus сколько клеток не хочу занимать до надо подумать сколько занимает он так ну допустим 8 ответ неправильный на тот же вопрос отвечает евгений 16 ответ неправильный правильный ответ 15 5 рядов по 5 это 25 25 я думал 4 по 4 они 5 по 5 я сам неправильно посчитал но отлично значит соответственно мы теперь на вопрос отвечает евгений тоже за 2 получается уже за 3 премиума нет за 4 это не принципиально давай задавай вопрос ты себе там следи да и все какой юнит в английской версии старкрафта произносит фразу мэйдэй мэйдэй в английской версии старкрафта мэйдэй мэйдэй но это явно какой-то пилот чего-то какой-то техники но я рискну предположить что это девушка который управляет медоваком медовак нет это банши вот второй вариант был бы банши если бы у меня была вторая попытка окей а почему ты поме не дал ответить так мы тогда мы перенесем этот все эти уже шок получается 46 премиум на следующий вопрос на него ответит евгений нет серёга да все правильно серёга сколько вы за сколько выстрелов stalker убивает stalker без грейдов ухты в новом патче да все после про последний патч естественно а что ты делаешь а ты именно считаешь в голове а я понял за 8 вот это правильно 8 значит три премиума за этот вопрос зарабатывает евгений плюс премиумы которые остались с прошлого розыгрыша и потом посчитай сколько было по моему все-таки 6 было с прошлого раза easy так ну и вопрос евгению если бросить мула на ближайшие к командному центру минимум минеральное поле то сколько раз он донесет минералы до цц ой блин я знал это сейчас не скажем давай попробуем так он посреди последней ходки разваливается для этого корейцы его отводят среди последней ходки сейчас секунд чтобы он не брал лишний минерал ну давай пусть будет а давай опять ответим 8 неправильный ответ серёга твой вариант 7 тоже неправильный 9 раз доносит черт вот и один раз ошибся вот я помнил что либо на восьмой раз он разваливается либо 5 я опять не так считаю он по 30 но 270 он приносит до 9 327 то я тоже знал да я просто последняя группа самых сложных вопросов по четыре премиума стоимости они напрямую относятся к старкрафту например это не напрямую блин было отвечает сергея секунду подожди секунду яндек спрашивает крр и гуру они могут начать их кто-то стримит в первом же матче они помогут позже начинают нет карьер гуру это верхняя сетка я не прописал он был здесь но он был в чате турнира на час не видно ну все я написал вам тогда можно давить извини что прервал да значит 4 4 последний вопрос последний группа вопросов сергей для тебя вопрос в каком месяце день рождения у евгения baby magic а конечно наверное мне будет вопрос про тебя скорее все что касается евгения касается и starcraft блин ноябрь декабрь получается надо выбрать это неправильно это неправильный ответ но евгений зарабатывает легкие 4 премиума какой месяц в октябре у меня день рождения так мы последний вопрос евгения ну давай попробуем сколько полных лет сергею поме слушай подожди мне кажется это попроще так серёга точно младше меня и он младше меня на один год мне кажется сейчас и полных лет до полных именно в него в этом году уже был день рождения сейчас но тогда или блин или он старше меня на год подождите сейчас я сейчас подумаю секунду сейчас получается полных лет я все-таки думаю что ему полных лет 30 он младше меня чуть-чуть сергей твой вариант неправильно а сколько сколько в итоге 31 полный как и мне тебя окей ладно я думал ты чуть чуть младше я помню что у тебя да в начале года день рождения но я думал что все а блин я идиот я думал что ты младше и в январе день рождения а почему я тогда сказал что 30 а я дурак надо было конечно говорить 31 окей номер изменять меня спасибо викторина закончилась победой евгения я посчитаю сколько там точно получилось сумме вот и разделю эти премию по чатам спасибо я отправлю их чат да из больше задерживать это потому что это очень здорово что энтузиасты такое собирают необычное начало турниры еще такой ладно спасибо большое давайте ребят готовимся начинать да всем игрокам удачи ну старкрафт теперь будет спасибо какого лешего все ребята врубаю всем не знаю сколько там яндекс сколько-то вам премиумов он кинет конечно все норм за неxus даже пофиг я вообще не мог знать сколько то что сталкеров я просто посчитал что 8 почему скал 9 как вот у меня сегодня что-то не то вот это да я посчитал что по 21 дэмэдж он наносит я понимал что это единичка то она даст как бы испун 20 наносил тогда бы он был убил бы с 9 а так как 21 он же с 8 должен был убить вот короче ребят начинается матч стрэндж против соул у нас первый матч будет у меня в общем в общем то все старт по старт дан как бы так звук надо врубать так щас надо соулу посмотреть он у меня вроде был в друзьях или не было его в друзьях гуру точно есть а вот соло я чет не вижу если честно так ну начинаются какие-то накладки небольшие уже на соулу искать короче давайте короче посмотрите смотреть где там соул находится если соул то на четвертом месте вообще вот он зашел где он вообще не вижу все вот и вот и у Продолжение следует... Продолжение следует... Так, все, соул пришел. Отлично, ребят, задержка 90 секунд, помните об этом. Так, а что у меня с твичом? Бля, наконец-то твич врубился. Так, все, ютуб, все врубилось, наконец-таки, блин. Если на твиче проблемы будут сообщать, я сделаю стоп-старт. И все будет нормально. Все, ждем пока Стрэндж соулом подчеркает и начнут. Продолжение следует... Фюш, Стрэндж инвати, спасибо ему. Канал на ютубе в описании везде добавлен, мой ютубовский канал, который я делал. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну все, ребята, здесь мы начинаем. Суул Стрэндж, первый матч, будет три. Не знаю, насколько Стрэндж способен Суулу противостоять. Суул очень сильный игрок. Или четвертое место Евроладера на данный момент. Это очень серьезный результат, на самом деле. Очень тяжело будет одолеть, ребят. Ссылка на сетку в описании канала есть. На Гудгейме, на других там сайтах. Помогайте друг другу делить. В анонсе на ВКонтакте есть у нас ссылка вообще. Так. Продолжение следует... Так, не знаю, как там у Яндека получилось. Странно как-то у Яндека получилось, Мэдик на один вопрос больше ответил, все не ответили, а 15-5, ну не знаю, короче, посмотрим, ему виднее, короче, что там и как. Так, ребят, давайте по игре, Стрэндж Сул, первая карта, путь на Айр, здесь надо на играх сосредоточиться, конечно же, как и года у нас, и все дела. Красты Краб соактивировал премиум. Пошли подарочки. Кстати, тут непонятно, как и премиум-то запилить чат, на самом деле, надо позже это делать. Продолжение следует... Засчитает Баншу, ну ты сам смотри, можно просто больше премов пацанам и все. Короче, в общем, вопрос в другом. Вопрос в том, что здесь прокси Старпорт у Суола делается, рипером он развлекает Стрэнджа. Стрэндж пытается найти, где же что происходит, вот он находит, вот он чертов Старпорт, начинает ломать КСМ-ку, КСМ-ку вывел. И заказан медивак, то есть это дробь геликов будет, скорее всего, от Суола. Посмотрите, он с факты начал. Стрэндж еще видел, что там факта, вот мне интересно. Нет, он видел только барак, но здесь, смотрите, какое интересное здание от Алексея идет. Вот. Наш игрок, наш, пошла стеночка на второй. И, кстати, кстати, может быть ее полностью закрыть, эту стенку, если Стрэндж хочет от геликов как-то отбиться. Здесь халява. То есть он понял, смотрите, что произносит вообще. Ай, повезло, как медивак, смотрите, прилетает здесь Суолк. И Стрэндж вот идеально получилось вот с этой стенки, просто идеально вообще. Да тут, слушай, надо походу по одному их кидать с теплым, потому что... Так, гелики на мэне. Знаешь, почему? Потому что этих подарков много дариться за сегодня будет, я так думаю. Хорошо Стрэндж отбивает, смотрите, все это дело. Сула медивак дамаженный улетел. Сколько рабочих погибло? Две, два рабочих погибло. Здесь уже два даркана варпливаются. И если Сула сейчас выкинет вот этого мула, например, то у него большие проблемы будут. Причем очень даже большие проблемы у него будут. И важно сейчас, насколько он четко дарков заметит, кстати, дома. Очень важный этот момент. Потому что если он заметит дарка, вот сейчас первого он заходит на ХГ. Не надо резать. Ничего, надо уходить дарком. Один ушел, второй не ушел. Надо уйти из рейнджа скана. Сразу туретки сейчас Сула начнут строить. Да, начинают туретки строить. Надо быстренько врываться сюда. Да, но есть второй скан. Откуда второй-то? И что си энергия так накопилась? И все. Благодаря своей внимательности Сула фактически на халяву отбивается от дарков. Это жесть вообще. Я бы сказал, идеально вообще. Так, какой фонд, я не понял. Про что ты, Алексей, говоришь? Яндеку еще спасибо за фонд поддержки российского Старкрафта, который помогает игрокам, в общем-то, за победу за каждую карту на Гоу ФСК. Может быть, про это речь была, не знаю. Две фаржи у Стрэнджи Грейды пошли. Блинк есть, кстати. Старкор-то до сих пор стоит, что самое поразительное, просто на мейне. Сталкеров Стрэндж заделывают. Есть два танчика. Погодите, а может быть сделать Аркона, сделать Блинк Сталкеров и вообще сагрессивничать как-то? Ну, надо бы подсветить чем-то тогда. А чем подсветить, непонятно. Опа, два. Посмотрите, какой харас. Что у Возвращенец? Два викинга, бедеваки прилетело по земле. Рабочие гибнут. Надо уводить. Тут очень много вот этих Стрэндж не геймкартов. Скульп-картов они сделали. Это зря они так сделали. Телепор домой вынужден Стрэндж сталкерами был сделать. Посмотрите, по рабочим попровал. 38-47 уже сейчас ситуация становится. Рипера Стрэндж на центре убил. Хоть дроп не отпустил вообще. Рипера Стрэндж на центре убил. Волны вперёд! Вижу всё по-взрослому. Разработка завершена. СССР готов. Пристройка завершена. Так, ну сталкер уходит. А так, казалось-то, что дарки, да, так перспективно здесь заходят в этой ситуации. А они вообще не зашли ни разу. Но вот если б Стрэндж сбил бы медивак бы Солу, у него, конечно, другая совершенно ситуация была. Чуть-чуть не хватило, чтобы сбить. В итоге вы видите, Солу по лимиту в плюсе, в хорошем. У Солу есть стим. Больше правого Солу ни хрена нет. У Стрэнджа 1-1, но, кстати, помимо 1-1 ещё нет. Ой, дробь на треть приходит. Это печаль. Так, углая, блок питания. Сдох. Вот это подстава. Чё, мы глайлишимся топ-1 СНГ на турнире таком. Короче, ребят, у Стрэнджа всё очень плохо в этой игре. 20 рабочих он потерял, несмотря на то, что в начале отбился. Единственное, что у Стрэнджа хорошо, так это 2-2, что заказано вообще. Ну, два выстрела на пробку, но редко викинги летают в медиваках. Вот я о чём всё-таки юнит-то воздушный. И чаще не на Харас направлен он, а наоборот, на воздушные какие-то действия. Харас по земле ими. Так. Пошёл Стрэндж Ладок. Смотрите-ка, зилки Имморталы ломают. Здесь всё, надо Имморталами прокликать бы сейчас танчики. Как Стрэндж Солу-то принял, смотрите. Просто жесть как принял. Здесь ещё какая-то группка небольшая идёт на вторую. Сканит Сол, ничего не обнаруживает и уходит вообще отсюда. Пошли. И ты у Стрэндж дополнительный. Ну вот это шанс, это шанс за игру деться, цепиться. Потому что вот эти грейды, это крайне важные грейды. Была б у Стрэнджа прямо сейчас призма, можно было бы на тайминге 2-2 исполнить выход просто какой-то в центр. Вот, например, дроп двойной на мэн летит. Апсирер не очень разложен у Стрэнджа. Вот лучше его где-то здесь разложить. Здесь-то навряд ли Сол к краю полетит. А так здесь вот, смотрите, он буквально, блин, милики вообще здесь от этой позиции пролетает. От Апса, короче, Солу. Вот он залетает на мэй, на вторую. Куда он на вторую полетел, смотрите. Дарки здесь. Минки копаются. Одну минку Стрэндж успевает сбрить, вторую не успевает сбрить. Но и медиваки падают. Хорош, Стрэндж все сбивает. Но рабочие-то погибают. 49 Стрэндж не может никак подстроить рабочих, чтобы их было побольше, черт побери. Боевой лимит равный. Вот 2-2 грейды в 1-1. Сейчас идеальный тайминг, чтобы попытаться реализовать эти грейды. Но реализует ли Стрэндж? Призма есть, вперед идет. 4 архона сливать. Здесь еще 2. Вот еще 2. Надо бустануть Призму. Стрэндж это и делает. Где-то там на варпы идут, я вижу. Или пробки. Пробки делаются. Ну, кстати, у Соло танков-то не осталось после того выхода. Можно приходить, позицию занимать. И драться очень-очень неплохо, вам скажу. Призма вылетает. Вот Стрэндж здесь в центре. Так, может блинкануться Медивак подбрить? Не успел Стрэндж подбрить Медивак. Ушел он на ХГ. Стрэндж смещается. Здесь много Био соло. Но смотрите, филк неплохой. Часть Био попытался Стрэндж убить. Убить не убил, но занял позицию на 2-й ЦС. Рабочие падают хорошими темпами. ЦС-щик или живая. Да варп еще сталкеров, зилков. Зилк прыгает вперед, убивает мародера. Сталкеры прыгают вперед. Есть здесь Гост один. Правда, сколько там у него энергии, непонятно мне пока что. Пошли ЕМП. Стрэндж сбивается, ценчик третий. И что, собирается отступить отсюда? А нужно ли отступать в этой ситуации? Я вот смотрю. По-моему, Стрэнджу и не надо отступать. А, ема, здесь минки ТП. Домой Стрэндж сделать? Куда? На вторую базу ТП минки выбил. 49-39, 4 некст. Рабочих можно просто пачками сейчас пилить. По-моему, ей будет очень неплохо. Выдвигается Стрэндж. Опять может через центр резко к третьей прийти. Но вот эту игру Стрэнджу надо брать, иначе беда. Иначе беда. Очень долго Стрэндж через центр выдвигать. Сейчас можно Нексус отдать спокойно абсолютно. Сол разгрузился и пошел. А Стрэндж на центре армии гуляет сейчас своей. Вот, смотрите, Сол забегает. Четвертый, Нексус минус. Ну, ёпара, СТ называется. Это Стрэндж вынужден развернуться, иначе он и третий потеряет. Здесь бы не мешало пробочих отвезти. Два Дарка. А, это Дарки, кстати. Нужен скан еще один Сол. Скана нет, но он пилон, кстати. Сломал, надо бы развернуть. Да, Стрэндж, какие кривые от блинки, от блинки. Сталкеры идут вперед, надо ловить это все дело. Стрэндж вообще не может словить это, эти медиваки. Сол сныкался наверх. А что Стрэндж делает-то? Мог же поймать он, по-моему, все в легкую. 102, 4, 49. Опять просрал все преимущества. Стрэндж то, что получил в предыдущей атаке. Сол опять намасил здесь бью дофигища, блин. Стрэндж уже решил, что 3-3 надо делать. А надо ему 3-3 вообще здесь делать. Ай, блин, миллиметр не достал до медивака. Вы посмотрите, какой провал. Миллиметр до медивака Стрэндж не достал. Надо заходить на третью, по-видимому, сейчас пытаться. Призма можно завести на мейн, развести Соло. Сол делает выход какой-то интересный. А Стрэндж начинает СЦ украшить здесь просто за несколько залпов. Ее, по кушке забирает. Гварден шилды врубил, можно пофилдить здесь попытаться. Зилки 3 штучки на мейне, нужен доварп. На мейн здесь в лоб, Сол. Стрэнджу надо уйти. Надо, блин, зилков на мейн еще доварпить. И отступить с толкерами. Другого варианта здесь просто не вижу. Здесь какие-то медиваки летают. Стрэндж и дистанц майнинг. Что за нервы-то? Вот это все сюда направить. База хоть нормально добываться будет. А то вообще бред какой-то происходит. Так, зилы-то просто как бешеные агрятся на мародеров всех этих. Принимают, тут боем дают. Ну под либератором-то плохая идея драться. Стрэнджик, ты что творишь? Соло идет в размину уже всеми. Слушайте, а если цехи-то выбить, у него сканов не будет, у Сол. Ну, Стрэндж, ну что ты творишь? Зилков вообще не контролит. Под либераторами всеми бой дает. Ну что за бред-то Стрэндж делает? Цецеха ушла. Здесь Сол врывается к Стрэнджу. Боевой лимит у Сола выше. Значит, на даварп четырех дарков. Здесь зилы-то есть на дальней байве. Цецехи, да, рубить Цецехи и все, пытаться. Призма еле живая, улетает. Призма минус. Скан идет прямо сюда на зилков. Цецеха одна в воздухе. Больше Цецех вообще нет у Сола. Если сейчас Цецеху Стрэндж обрубят, то все это ГГ Солу. Цецеху ловить. Что ж ты делаешь? Ну как же вырубилось-то у Стрэнджа соображение здесь? Надо вывести рабочих и Цецеху рубануть, и все, и скана не будет. Вообще-то у Сола никакого. Старкорта надо вырубать, потому что это возможность бандши построить для Сола. Сверху есть Даркшайн, можно... Так, а можно... Гадите. У Сола есть ЕМП, понимаете? Он может Дарков... Он Дарков может без Цецехи обнаружить. Как же я, блин, старый пес, Старкрафтер про это забыл. ЕМП же это как скан. Фактически. Стрэндж уходит в размен, пошел. Ну, кстати, здесь последний бой решит, а Солу его победит, скорее всего. Потому что Стрэндж же 3-3, грейды, например, не доделались, а это печаль полная, что 3-3 у него не доделались, грейды. И сдается мне, что ему очень тяжело будет выиграть. Так, Нексус ставит, Стрэндж, на дальний. Зачем так палил на Нексус-то Стрэндж ставит? Он что, решил, что он уже стопудово в лод победит, что ли, Солу? А как здесь победить? Смотрите, здесь ЕМП, пол-ХП армии и... И Дарки... Вот был бы у Дарков блинг хотя бы. Пришел на ЕМП, развел, отблинкнулся. Но у Дарков блинг хотя бы, блин. Это элегантно вообще, чтобы у них хотя бы блинг был. Надо уводить пробочек Стрэнджу. Я знаю, что Стрэндж творится. Цеха живая до сих пор, как бы. Он ее не сбил. Солу выкинул мула. Попробую сейчас вычинить ее. Ну, на 60 минералов, кстати, много не начинешь. Но, по-моему, горение снимет там Солу. Рабочих надо увезти сейчас отсюда. Вон Стрэндж... Так, отменяет Стрэндж Нексус. А здесь и сканы у Солу есть, и все дела у Солу есть. Пошел в замес. ЕМП по Дарчам. Минус А в Север. Стрэндж, надо бегом убегать отсюда. Это ГГнщик. Стрэндж у ребят очевидный абсолютно. База не восстановлена, пишет у Стрэнджа. Цецех у Солу чинил. Кстати, она не горит больше, что самое интересное. А нет, горела вот только сейчас, починилась. Вот она, Цецеха Стрэндж, посмотрите. Стрэндж не видит, что у Солуа там Цецеха есть. Ну, Стрэндж не сможет сыграть, ребят, в ничью, потому что он лоб не сможет победить. Похоже. Так, баннер, баннер. Вообще у меня захват стоит на рабочий стол. Сейчас я поставлю другой захват. Да, призма около Цецехи висит. Но Цецеха-то, смотрите, не горит. То есть Сол просто еще, если Армию Стрэнджа убью, так он и победит здесь. И здания все надо убить просто, и все. Короче, это поражение затянувшееся, к сожалению. Для Стрэнджика. Fallout? Fallout будет не когда под StarCraft турнир идут. Fallout будет? Когда Fallout будет? Ну, в праздниках будет Fallout по плодням. Может, изучить линк? Уже мог. Ну, кстати, можно сейчас было заказать, блин, даркам. Но у тебя это уже что толку? Теперь уже и дарков у Стрэнджа 0 осталось. Вот в этих ситуациях, блин, даркам как-то идеально вообще. Двадцать пять процентов. Бочинка халява зданий, короче. Нет, Сустро не заказал. Ну, тут, блин, вот этот юнит тиранами многими недооцененный просто. Даже сканов не надо, понимаете? И МП, и всё, дарки, и минус. А Архоны бесполезны. То есть Стрэндж что ни делает в последней его армии, но он бы не смог бы, ну, никак бы, в лоб победить вот эту армию, к сожалению, соуловскую. А значит, он и не смог бы и матч победить. А чё Стрэндж Нексус-то отменил? У него же Нексус здесь стоял. Чё он творит-то вообще? Хотя в любом случае он проиграл бы. Тут как бы как ни крути. То есть у Стоула здание висит, которое сбить невозможно. Он ходит по земле, и Стрэнджу рано или поздно пришлось дать бой. Как бы, сами понимаете, что это печаль полная. Надо по Аблаевской стратегии ничью, да, предложить просто. Так, о, Неразима распаковал 2-0, я смотрю. Уже. Катализатор у нас карта следующая. А ведь Стрэндж мог несколько раз в этой игре победить, на самом деле, но не смог, к сожалению. Но если он проиграет, то Коу будет биться соулом дальше в 1-4, соответственно. Вот, пока что других результатов никаких нет. Из нижних пар я Крит Димага буду стримить пару. Вот, не знаю, кто там что еще будет стримить. И потом в 1-4 я буду стримить Мината Артур, Хеллрайзер Скилл из победителей пары. Вот так вот получается. Ну, а другие люди будут другие матчи стримить. Субтитры создавал DimaTorzok Да нет, с Култом там уже жестче была игра, на самом деле. Там Стрэндж вообще обязан был победить, короче. Стрэндж готов! Ого! ТСМ готов! Так, ну Зила Таудана Либератора и Стрэндж слил не мерил Он вообще на майне не контролил на самом деле Там Либератор просто настолько дэмэджи внёс, это же жесть Вообще Так, ЦЦХа вторая Погнала Газбарак Фрипера в ЦЦшечку фактурку У Соло билд, у Стрэнджа Застройка против Рипера, вот здесь вот Где может он запрыгнуть Видите, здесь камешки Вот эти вот, блин, как тут сделано Что не видно, ни хрена Но минус такой стенки, если какой-то Агрессия будет от Тирана, например, Циклона Какие-нибудь вначале Вот это здание, если выбить Такая печаль может у Стрэнджа произойти Что вообще жесть Бустится сразу же Сталкер первым юнитом Считаю, что да, это надёжнее, чем Адепта Бустить, как по мне Рипер залетает Ну не с этой стороны А здесь какой-то прокси, что ли, Сол собрал Стоять Не, он просто проверяет, что там у Стрэнджа есть Так, роботик, заканчивай Сол пролетает А он, кстати, спалил роба Но мне кажется, что он не успел Скорее всего прокликать в данной ситуации На самом деле юнитов Стрэнджа Так, точка сбора нелепа Как что тут за точка сбора вообще Чё-то Стрэндж, по-моему, нервничает Сегодня с перебором Так, опять же два гита Опять же два гита У Стрэнджа здесь На стеночке получается Опять прокси Старпорт у Соло Чё за билд-то такой халявный, блин С этими прокси Старпортами У Стрэнджа Призма Он сам в какую-то агрессию собрался идти По ходу дела при этом всё Слушайте, а я чё-то не понимаю А как Стрэндж от геликов-то отбиваться собрался Мне абсолютно непонятный момент Этот непонятен Сталкеры вперёд Стрэндж вообще вслепую здесь действует И вот он сейчас проморгает Всего-всего, короче Ещё плюс два гелика сейчас приедет По-моему, это ГГНчик может быть сейчас Стрэндж Открываются бараки Одну пробку убил Сол Стрэндж Залёт на мэн идёт Ещё до варпать-то Ооо, гелионов четыре штуки Прямо на мэне у Стрэнджа оказывается Он пытается рабочку вести Печаль полная Рабочие падают До варпа я вообще-то не наблюдаю Вот только первый сталкер наварпался А здесь-то тоже минеральные линии не прикрыто Жесть, вообще жесть, ребята То есть боевого у Стрэндж пока не меньше, чем у Сол У него просто не останется сейчас рабочий Хочем печаль Залетел он на мэн Здесь танка два заказано Чё-то плюс два зила-то попёрло Танчик в Сиджи Ребята, танчик в Сиджи Куда ты бомбишь-то? Иди на... Чё Стрэндж делает-то? Два марика танк прикрывает Дропнет и на него сталкеров И всё Да побеждай спокойно Сталкеров надо всех сюда выводить обязательно Тут только агрессии можно победить После такого на Жигаляде вообще Ничего нельзя сделать больше Ничего нельзя сделать Ооо, минус призму Стрэндж Просто красавец Куда летит вообще? Хер его знает Чё Стрэндж творит сегодня? Я чуть не понял А то там рабочие как стояли Нелепо Ну и всё Просрал призму Закрыт До эпохи Это ГГ, ребят Мираус Мираус Так, пытаются, странно, здесь хоть что-то выловил. Что-то там, блок питания, что ли, новый купил, уже поменял здоровый бланщик в процессе Старкрафта. Так, здесь интересный выход идёт. Твайлайт есть, твайлайт пока не работает. Дропчик опять с токеров трёх. Ну чё я мне тут сделаю, здесь полноценный выход, который отбивать нечем идёт. Пока Стрэндж летал, к нему выход пришёл. Ух, нет, печаль. Два гейта, ещё минус Стрэндж тпшек, чё-то там домой. На что он-то, потому что призму? И чё призму? Блинка-то даже нету, Стрэндж, в общем, проблем. С пробками пошёл на лом. Да. Первую игру значительно лучше Стрэндж сыграл, конечно. Он мог её выиграть, но чуть-чуть не хватило там вообще. Вега. Сул 2-0, ребята. Сул 2-0. Ну что, следующая пара крит-димага для меня, короче. Надо стартовать. Крит здесь вообще или нет? Рецепт сыграл. Крит здесь. Крит здесь. Крит здесь. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо, Владимир, и тебя с наступающим На сбер кто-то мне 350 присылал Спасибо, короче Илья Николаевич, Сипой Спасибо тебе, Сипой Спасибо всем за поддержку, ребят Помните про поддержку Подарки можете задаривать Все в паузах, как раз, когда Поменьше игр идет Чтобы для конкурса было, короче Завтра тоже, наверняка, что-нибудь постримлю Но завтра не будет лишь долгого стрима Вот Чтобы подарки подарить Вот так вот можно сделать Смотрите, просто Слэш-гифт пишите Копируете его И просто вставляете Вот один У меня только один Понимаете, как бы А у вас 12 максимум Если не дарили никому Поэтому просто 12 раз в чат Куч-куч-куч и все Пилю рекламу Спасибо и за время, и за все дела Это Егор Нет, это не Егор Крит А это другой Крит Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Тракт Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Ну все, подарочки полетели Не, ну после вчерашнего луза Вчера Блай горел Он мне сам об этом сказал Конечно же Вот Но сегодня это другой турнир И надо собраться Все-таки призовой Тоже неплохой Хотя он вчера проиграл Больше чем Не, не больше чем Здесь приз у нас на 2 года Кстати, ребята Кстати, ребята Я вам не говорю Многие знают А кто-то не знает Что ГГ года Тоже можете поддержать призовой Этот призовой Не окончательно Естественно По возможности Поддерживайте турик Там И стример Вообще Так, секундочку Перезвоню Так, секундочку Так, все Я здесь, ребят Что там с шапкой-то такое Ну все ГГ года, ребята Димага Крит Другой матч Одной восьмой Начинается Поехали Некоторые матчи Уже Определены Димага Крит Димага Крит Ну что Димага Крит Ребят Вторая пара Одной восьмой Которую я стримлю Вот Далее Как матчи Все закончатся Мы Естественно Начнем Одну четвертую Естественно Естественно Димага Крит Димага Крит Димаги семнадцатая хата Газпулбилл Блэкпинг У нас карта Ребят Димага на семи Крит на часе дня Получается Последнее время Крит очень и очень Неплохо Отыгрывает Я не знаю Сколько там у него ММР Кто-нибудь скажет Кто В ладаре играет Тоже Но за 6к Это точно Как бы Ну посмотрим Как в общем-то Старый дроббрый Наш Димос Против Крида Побьется Это уже два разных Поколения Крит уже сам Как бы Не самого Конечно молодого Поколения Именно Старкрафтеров Никак он не Разим Там И кто-нибудь Там еще Не знаю Из молодых Там Милки Кау Постарше Он немножко Но Димага Это еще Старше Так что Тут такая Битва Интересная Так С Геликю Крида Ребят Меняется Старпорт Местами С Бараком На лабу Банша Видимо Пойдет Да Банша Инвизная Сейчас будет У Димаги Есть Скорость Овером И вот он Тут все 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 Разведывает Да Одно Четверто Начнем После того Как одна Восьмая Кончится Первым Я думаю Что Может быть Я даже В какую-то Пару Еще Успею Ворваться В какие-то Решающие Карты Ну Еще План Такой Если Что-то Будет Не так Я сообщу Сразу Армори У Крида Делики Строются У Димаги Роуч Уоррен Лэр Собачки На патруле По рабочем Небольшом Но уже Плюсе Ну Инъекции Стабильно Идут Продолжение следует Ну Что Холбат Пуш Попер Ребят Прид Пытается Хоть Королеву Кую-то Там Срезать Димага От контроля Увел Королевы Почти Все Выжили Че Вообще Димага Потерял Шесть Шесть Собак Димага Потерял Убил Шесть Холбатов Рипера Вообще Как так Я сам Что-то Удивлен Даже Если честно Пошли Криптумары Вот эту В королеву Надо было Протрансфюзить Чтоб она Была Побольше ХП А то На один Удар Осталось Димага Не затрансфюзил А зря Как мне кажется По рабочим В плюсе По рабочим В плюсе Димага Крипа Немного Правда Ну и Банши На карте Есть Они Могут Сейчас Нахарасить Еще Ай Крит Стоит Димага Прям Под банши Подходит Минус Банша Одна Сразу Не до Контроль Надо было Увести Подальше Конечно Вообще Один Один Короче Ребят Грейдики Пять бараков У Крида Кстати он вышел В био Между прочим Не мех Поздний Но свич Био Но зато Один Один Грейди Не позже Чем у Димаги Армори Есть Вроде Как и Пристройки Есть Вроде Так Достаточно Неплохо Здесь здание Расположено Я бы Конечно Такие стенки Из них Не делал Думаю Надо барак Два Выше Между ними Проход Вот так Вот И здесь Проход А остальные Три Сюда Какого-нибудь Улепить Чтобы Места Слишком Много Не занимали У Димаги Гидролинга Беллинги Стиль Попер Четвертый Бас Пока нет Продолжает Три Кстати Баншой Харасит Ничего себе Она такой залп Дала Непонятно Из какого Места Выстрелила Так брони пока не заказана, но она раньше, чем у демаги 2-2, это очевидно. Кстати, у демаги и газа нет, чтобы 2-2 сразу же прям заказать. Ну, Криду тоже. Вот, 2-2 пошли. Да, смотрите, пораньше грейды. Демаги броня, но на коготь-то надо еще накопить ресурсы, получается. Идет группа Мариков, она уже на стиме, через несколько секунд уже и щиты будут, что самое интересное. Минус овер демаги, неприятно. Артур Мината 2-0 убил, все Артур, я удивлен. Вот это не очень контроль гроба, я бы сказал бы, сейчас был от Крида. Он сливает просто все. Похоже, что он вообще не контролил. Да. Придется, походу, из репки, короче, восстанавливать все. «Подолжение следует...» Так, не знаю, что с Кридом произошло, ребят, но из репки восстановим сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, а что за прикол-то? А вот, инвайт пошел. Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Так, короче. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну давайте. Все, поехали. 8.20 на 9 отмотаю, Дима говорит, на. Субтитры сделал DimaTorzok Да, ну вот я смотрю просто, ну вот, выпилил дурачка. У Зерга все умственно отсталые такие, я не понял, зрители. Или они специально его подставить хотят. Лаврос открытый. Так, все, поехали. Ну что, первая карта. Крит в итоге дроп спас, но это на это и было рассчитано вообще. Так, ключи от Мэджика держите, ребята. Ой, от Мэджика, от Яндека. Похоже, ключи никого не нужны. Дмитрий активировал премиум на ваш канал. Продолжается Баншкара, вдруг там тоже летает. Ну, демаги нормальное количество дронов. Странгиповар активировал премиум на ваш канал. Им подчеркивание, АИАД активировал премиум на ваш канал. 3 из 7 активировано, ребят. Еще 4 осталось, я думаю. Медведев Дмитрий активировал премиум на ваш канал. Правильно, Медведев Дмитрий. Никто не активирует, активируй все. Здорово, Акирыч. Ребят, ну демага держится, Грид тоже держится. Комон, Авершинь. Посылайся, посмотрю. Давай, удиви меня. Управитель. так либо может на другой под канал активировали не знаю вообще его там должны быть прямо так то им подчеркивание от активировал премию на ваш канал еще два должно быть крит выдвигается вперед моряки танки ребят уж тут так много им подчеркивание от активировал премиум на ваш канал остался один крит летает карасит и выход такой сильный пошел демаги много гидролинга бэйнов крит уже фьюжн коры делает для либерат либерков видимо вторая атака на технику 33 грейды делаются сверху аммарик один что-то месяц хату пытается муха то он не убьет полы не гай активировал премиум на ваш канал вот теперь точно все похоже спасибо я ногу спасибо вам активировали что туда отвыкли до все от раньше постоянно кто-то премиум и разыгрывал в чате кидал а теперь от халявы отвыкли и не успеваете даже ничего активировать да ну бывает бывает хорасит крит здесь еще и выход его находится как вы видите весь танки марик я не знаю что так медленно крит конечно здесь действует ему бы вот эта часть этих танков на ксилнаге марик одного оставил забыл про него вот эти раз два три четыре просто вот сюда переводить и прессовать базу эту потому что демаги это ультра уже полезно крит здесь застоялся на самом деле в этом направлении так ведь и проиграть недолго дроп на мэм не будет удачным посмотрите сколько юнитов гидра роучи всего всего дофига меди блок уничтожен в этом hell скилл а с два ноль ожидаемо то есть крит от чей не крит артур против хэллрейзер будет у нас там матч но вот я туда то и пойду кстати говоря артур хэллрейзер в этот матч Крит отступил назад Что у него есть? 8 танков, 55 мариков, мародер 4 медивака, 3 хелбата 77 ксм, это больше чем у зерга Надо поменьше сделать Надо больше либераторов Хелбатов 3 штуки нужно отдать Надо медиваков больше Лечить нечем, бью его практически вообще И все кстати Либератор-то с рейнджом Здесь Крит оставил, вообще армию часть не забрал Почему-то юнитов И демага не хочет их поймать Убить Тоже странно Один танк и бункер, здесь оборона присутствует 12 часов Крит занял Оборона тоже есть, демага выбивает Крит на направлении 12 Все, 3-3 у демаги грейды есть Крит, посмотрите Две атаки на танки сделал И начал-то что он творить Смотрите, Крит делает Просто сейчас грейдики на... Так, здесь королеву убили Либератора Который ничего, по-моему, там особо не убил снизу Рабочий я имею ввиду Так, пару ультралов Крит послушайте А у Крита микс-то получше, чем у демаги будет Акера поддержал ваш канал на 600 рублей И сообщает С наступающим Радости, любви и мира в сердце Спасибо, Акерыч За такие добрые слова Всех с наступающим Спасибо, ребят Висит дроп 8 мариков Целый дроп 18 Крит про него забыл, похоже А ведь может он про него вспомнить И он еще не на самом деле сильно может зарешать Вообще Ццеха перелетает, садится Так, 2 где-то Где там, кто там убивает Вот Либераторы на дальнюю прилетели Ну Крит, вот это что за раскладка такая Почему нормально-то не разложить Они с тренжом, тем более Здесь про дроп забыл Здесь лимит, а висит бесполезно вообще Ничего не делает этот лимит Зато танки на плюс 2 и Либератора 1-1 грейдах Сюда дальше идут Можно арморить, задействовать Да, посмотрите, 2-2 на воздух пошло уже Если дропнуться сюда Здесь даже королевы нет Идеальная позиция для дропа просто Но Крит почему-то забыл про это Дроп, я уже об этом говорил Здесь вот забегания идут Как-то у Крида бывает Так что он бой дает И у юниты отдельно от других дерутся Пошла атака Танки и Либераторы под удар попадают Либераторов демага вытягивает Но не всех гидры не хватает явно Зато Карапторов должно хватить Атака на нижнюю базу Ультрой, почему бы не разложить сюда Либератор Крит решил продать Монетарку Да и правильно В принципе, если их сюда разложить Их бы вынесли бы эти Туретка не достроена Одну секунду ее достроили Наконец Крит достроил Туретку Надо развернуться, да не надо Смысл биться с Либераторами, с Караптерами Под Туретку ушел бы Это глупость сейчас Крит делает Зачем он вообще дрался Здесь понятия не имею вообще Начал Димага Крипом заливать Критовскую ЦЦ, но здесь Крит отобьется И снизу ЦЦ Цехи делают, как бы все в порядке Колбат, марики заходят на нижнюю базу Димага трансьюзит Одной королевы, вторую пытаются Сбрить Крит, нет, тут мариков Что-то затыкала пушка, куда он полетел-то вообще А что это его сглючило, это же не карта Глубоководный риф, какого фига он наверх улетел У него так пушка клюнула жестко Что у него так бомбануло Или в чем причина, я не знаю Опять что ли 18-18 Ну что за дела Что-то сегодня у Критца на этом совсем не то Сбрить его Сбрить его Добавляю Сбрить его Сбрить его Сбрить его Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не понял DimaTorzok Ну бывает очень неприятно, когда на турнире важном, особенно вот такая хрень происходит, но закон подлости работает, как вы понимаете, всегда отлично. Когда этого совсем не нужно, то печаль вообще. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Или еще нет. А, Блай Браток еще играет, я так понимаю, Рейнер Ваня Яхозе, что там происходит вообще? Потом Арктур Хэлл Рейзер будет от меня матч. Неожиданно Минато от Арктура 02 отлетел. Ну как, может для кого-то и неожиданно, для меня достаточно неожиданно. Так, пильну-ка я рекламку, давно не пилил. Надеюсь, Кридо больше дропать не будет, а то что-то это... Как-то печально. Так, премиум за сегодня уже сколько? Штук 8 или даже больше активировали. Молодцы. Молодцы. Но игра долгая, поэтому и восстанавливается теперь дольше. Так, ну что? Так, ну все, поехали, короче, очередное возобновление, ребят. У демаги тут просто 14 бивней, 14 караптеров. Офигеть, всего по 14. Ну, надо что-то делать. Смотрите, опа, аж целых два нидуса демага ставят. То есть он в разные направления еще их делать будет, я так понимаю. Куда он собрался их вообще делать? Надо попытаться на мейн пролететь, делать на мейн нидус, возможно, еще куда-то там, не знаю. Где-то рабочие у демаги крит бомбиты. Третий нидус пошел, нафига столько много-то демаги? Какая-то хитрая страта у меня поперсит. Так, идет атака. Деленг побьет. Вытягивает либераторов. Но часть либераторов живых, а они дерутся хорошо. Смотрите эти либераторы. Так, караптеры, планетарка стоит. Демага зря вот в этом направлении, мне кажется, в атаку пошел сейчас вот. Еще 12 ультралов он делает и собирается, видимо, ультруй куда-то ворваться. Хорошо прям. Ну, марики много демага вносят с 3-3 грейдами по караптерам, поэтому демага вынуждены улететь. Ну, кридо-лимит просел, демага 200 просто до заказа сейчас запилил. Оверсир летает. Куда он летает-то? Демага что-то тупит здесь. Минус оверсир. В итоге нечем подсветить, мейн тупо. Вот здесь вот два чейджинга, конечно, есть. Ну, а что эти чейджинги вообще сделают? Так, репту-моры и туда, и сюда, и вот сюда вообще. Может быть еще вот сюда вот на мейн пролететь надо было. Ну, демага и пролетел вроде, а потом зачем-то уверсира назад увел. Так, все, юниты надо высаживать. Сейчас юнит. Собак пачка такая нормальная высаживается. Линги ультрал здесь, соответственно. Одну ццеху демага сбрил. Налом на 12 пошел. Ультры просто немерено. Караптеры не... Ой, те либераторы не справляются, потому что караптеры выносят туреток. Нет были бы туретки, тогда бы караптеры не смогли бы в тех либераторов сприть, я уверен. Снизу ультра убрала, сверху ультра убрала. Демага мясом каким-то здесь, по-моему, у Крида давит вообще жестко. Ццеху зеленью начал поливать. Танкс плюс два, конечно, больно бьет. У него вообще 2-2 апгрейда, но... Мне все равно убить не может. Где что-то Крид ццеху? Надо всеми вообще чинить было. Там же разогреваются эти караптеры. Со временем скорость больше становится. Тут это вот демеджа больше вносит. Здесь что-то две хаты Крид убил, молодец. Но ультру отбить ничем не может. Ресурсы потрачены все, по-моему, уже нафиг. Надо пойти ультралов отбить. Законтролился с дропом немножечко Крид. Ну, может, его еще искали и выбили все эти дропы. Конечно, дропы это неприятно. Всегда неприятно очень-очень. И 3-3 грейды в итоге, вы видите, не доделались. Счет 0-0, я сейчас закрылся. Точнее, они доделались, а толку от них сейчас отставание по лимиту. Хотя 70 стопов боевому не такая уж... Не такой уж прям гигантский разрыв, я бы сказал. Медиваков у Криды, правда, нет. 10 мародеров, 20 мариков, 6 либераторов, а медиваков 0 просто. Ультра с разных сторон бегает, шатает. Здесь все прикрыто. Простимленные, кстати, это био было у Крида. Ультра заходит. Ну, а что с ней делать с этой ультрой? Надо что-то сюда везти. Кстати, у Кридов, смотрите, в гостакадемии я наблюдаю аж целых 3 штуки, но он гостов даже не успел в итоге построить. Так, странная раскладка лимбератора отдает все здания Крид здесь. А мне кажется, надо было бы побиться за эти здания. Ну, у демаги, кстати, добычи вообще нет сейчас. Здесь базы нет. Здесь тут ток-ток восстанавливается. У Кридов восстанавливается добыча у Филиса, конечно. Вот они тут еще пошли. Не знаю, куда там пошел. Ну, куда-то пошел. Ну, это 1-0 демага, похоже. Похоже на то, что это 1-0 демага. Ну, Крид бился замечательно, но не сдержал напор. Мясо демагина не сдержал просто, и все. Вот что здесь можно сказать с уверенностью. Все, цейки падают везде. Караптеры минусуют. Не осталось добычи у Крид. 95 лимита, 65-88. Сусеньку, боевому кажется, не так все прям провально, но на самом деле провально. Опа. Кстати, да, вы видите, в чатике турнир-то вы тоже можете поддерживать в легкую. Ребята, увеличивать призовой фонд. И меня и мой канал можете поддерживать. Всем за это громадное спасибо, кто так делает. И за турнир, и за канал. И 6 часов сразу. То не было баз, то у демаги 3 восстановилось. На 6 достроилось в часах, на 11, на 10. Везде все добываться начало. 95-88 по лимиту. Крид что-то ходит. А, ну он прикрывает свои 12, получается. Ну, у демаги 10 караптеров, 9 ультралов, 58 собак. И этого достаточно, чтобы пробить, по-моему. Все здесь наглухо. Прав, Грейды. Нет, Грейды тоже продолжают делать Крид. И, точнее, демага. У Крид вообще все, кроме на танков атаки. Есть Грейды. Вайбраток 2-0, вайбратка 2-0, говорят, выиграл. Так, тут контр-забегание демаги. Вот этот матч у нас, вот эта игра с ним уже минут 40 идет. Тут уже 2 возобновления было. Крид ГГ пишет, понимая, что здесь ему не выдержать уже. Крид ГГ говорит, лагает. Ну, кстати, подлаги были. Подлаги были. Смотрите. Продолжение следует... Ну все, сейчас ребята начнут Я надеюсь, побыстрее Продолжение следует... Так, смотрю, там пару басу накидали в призовой Даже чуток еще сверху Можете и более кидать, конечно же, если есть возможность Погнали! Спасибо Акейручу за поддержку Еще раз спасибо всем, ребят, за поддержку Большое Сегодня еще у Варди турнир, кстати, вечером будет Может, имеет смысл сюда пойти Субтитры делал DimaTorzok Так, удалю-ка я еще снова все лишнее Ребят, все, давайте по игре Опа, кусочек там на призовой пошел Спасибо всем, ребят Подарки можете дарить на мой канал Слэш-гифт 12 штук у каждого получается А также сверху, на, около, в правом верхнем углу В чатике, около тем дня Там тоже подарок Мне не жалко 12 Задаривайте для конкурса Полезно Пойдет Ну что, ребят Кстати, у меня тут, смотрите, какая Образовалась штучка-то Новогодняя елка, ребят Без, конечно, всяких игрушек, но Она и так красивая Потому что она живая Вот какие елки надо в Новый год ставить А потом высаживать их где-нибудь Такие дела Так, прилетел рипер Газбарак Рипера в цельщику Путь на аэру У нас карта была У Кридо бил Фактурку Далее У демайги 17-я хата Газбарак Рипера отогнал Плюс 2 королевы Заказано в 4 Сейчас тебе редко Кто в 4 играет вообще Так, криптумор на мейне Криптумор К 3 базе 1 Как раз демага выводит Дрона Как раз 300 минералов хата Начинается Третья Да, пошла третья На мейне криптумор Здесь заспамят Всю крип Ему здесь будет Вижен Будет Можно законтролить Все прекрасно Ну и здесь гелики Викинга у Кридо Демага Никакой агрессии Никаких забеганий Собаками Ничего не пытается сделать Хоть он раньше любил Собачек штук 20 Добавить и забегать Попробовать Ну вот зато Королевы 2 крип Плодят на этой стадии То есть Один криптумор На мейне Уже здесь Смотрите Дается и вижены И все в крипе Можно сюда Потом его кинуть Как бы еще вниз Вот когда крип Да вот А сюда Здесь все в крипе Будет А отсюда вниз Уже идти Вот к этим криптуморам Здесь на третью Уже почти достал Соответственно Ццеха Ццеха Третья Ребят Геликов Дофига Вот некробатчер Правильно делает Один-один У демаги Грейдики пораньше Ну у креда армори Есть Но он почему-то Втыкает Не делает грейды В армори Я вот не пойму Почему Сейчас он Отстанет от демаги А это нафиг Ему не надо Ааа У него вообще В сим Свич У него в био Свич Но Где же тогда Инженерки Где же грейды Для этого био Я вообще-то не пойму Один гелик Залетает на мейн Четыре Залетает Третий Здесь демага Спасает Соответственно С луувера На мейн Холбата В крип Пролетел Дропнул Собака Они просто Секунду Выжигают Королева Подставляется А здесь На второй базе Хорошая Такая Заезд Идет Атака Прям Очень неплохо Слит Выжигает Ребят Ну Королевами Демага Отбивает Все Рабочих Тоже Доделается Если газ Есть Ну Газ Демага Добавляет Он Скоро Начнет Больше Газ Добываться То есть Он Сможет 2-2 Заказывать Практически Сразу На второй базе Единственное Газа Что-то нет Не хватает Немножко Демагадиме Так Сынчик Третий Полетел Опять У Крида Стиль По-моему В танке Плюс Выход Какой-то Сбил Бараков 5 Сейчас Заработает Ну По крайней мере 2-2 Крид Сможет Заказать Максимально Быстро После 1-1 Потому что Армари Уже Есть На третьей Цехе Добыча Начинается Это Прекрасно Бараки Добавляются Замечательно Будет 7 Скоро Бараков Уже Работать Ну Вот Этому Правда Некуда Пристройку Поставить Надо Было Чуть Вбок Заказывать Иначе Перелетать Придется Лишнее Действие Придется Делать Ну Демаги 2-2 И Роучи Гидра У Демаги Кстати Трое Справа Крида Лимита Больше Чем Демаги Самое Удивительное Вообще Я Думал Предложить Просто Если Подарков Тут Этих Будут Засылать Много Много То Можно Где Нибудь На СК2 ТВ Или На Твиче В Чатике Общаться Браво Не все Там Зарегены Расскаж С подарками Этими Не очень В тему Сделалось Тяжело Общаться Из-за Спама Подарков Отключить Нельзя Чтобы Не видно Было Как Их Присылают К сожалению Какой-то Интересный Был Дроп Мариков Больше Чем 16 Было То Не Всем Места Медивака Хватило Не Все Поэтому Улетели У Крида 2-2 Делается Атака На Танчики Делается У Крида И Маги Уже 172 Лимита Сейчас Гудро Строится Сейчас Грейды 2-2 Доделывают Буквально Пару Секунд Вот Десят По 10 Секунд Осталось Кто-то Почитает Такой Это Чарлик Тут Ходит Это Чарлик Тут Ходит Так Стимится Крид Зачем Бьется Он Сровывающий Гидро Вот так Лоб Яхазе Ну Тут Три Танка Есть Кстати Это Не так Уж Много Три Танка В принципе Димага На 2-2 Может Попытаться Сейчас Пробить Крида Крид Простимился И Кстати Крем Какой-то Много Потерял Сейчас На Стиме Танк Еще Один Сич Крид Продолжает Димага Продолжает Крида Давить Танков Недостаточно Био Что-то Недостаточно Просто На Тайминге 2-2 Димага Приходит И Пробивает 102 На 174 По Лимиту Но Крид Конечно Из Кли Выбил Этот Интернет Плохой На Сам Деле Это Просто Бесит Я Понимаю Потому что Я Давно Уже Сам Не Играл В Турнирах В Соревновательном Но Бывало Стримы У меня И Важный Стрим Интер Падать Начинает Это Полная Печаль Когда Так Происходит Как Же У Крида Было Сегодня Так СМ Едут Со Всех Бас Ребят Это 2-0 Димага Не Получилось Криду Одолеть Похоже Потому что Я Думаю Что С 50 Лимит А Крид Не Сможет Точно Димагу Одолеть Гэгэ Печет Крид Жаль Что Не Смог Показать За их Проблем Максимальную Игру Свою По Уровню Но Артур Хеллрейзер Уже Сейчас У нас Будет Прыгаю Сюда К Артуру Хеллрейзеру Ребят Нас Все Больше И Больше Людей Приходит Смотреть Так Ребят Минут Отойду И Гоу Потом Отойду Отойду С2-2 Грайдов И А Клика Так Секундочку Ребят Алло Так Все Я здесь Неизвестны Неизвестны Тридцать Ребят Тридцать Смещать Все 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 пары Готовы Одной Четвертой Соул Против Коу У нас Пара Гуру Выиграл Кррр 2-1 Единственный Матч Кстати Который 2-1 Закончится Это Кррр Против Гуру Вот Блайз Гуру Будет Рейнер Димага И Арктур Хеллрейзер То есть У нас Получается Как ПВТ И ЗВЗ Сверху То есть Полуфинал Точно Незеркальный Будет И ЗВЗ И ПВТ Снизу То есть Второй Полуфинал Тоже Точно Незеркальный Будет Замечательно Ну Я в ПВЗ Ребята Это Бо 5 Помните Ребят С одной Четвер Все Бо 5 Поперло Никакого Бо 3 Рандома Бо 1 Рандома И тд Вообще Редактор субтитров Так 0-0 Грейдики Ребят Ой Грейдики 0-0 Счет Катализатор Первая карта Путь на аэру Я хотел сказать Уже заговариваюсь Если честно Ну и посмотрите Билды Какие Газ Барагас Пилон Гейт Газ Нексус Кибернет Увротса Билд А Артур Играет Очень необычный Билд Против Против То есть Не через Рипера Это Депошечка Барак Безгазовый Барак Выход В ЦЦ До готовности Барака Потом В Орбитал Только Потом Газ И второй Барак И третий Видимо Будет Сейчас Заказан Ну что ж Интересный Билд Очень Интересный Билд Готово ЦЦ Полетел Сразу Му Полетел Так Выезжает КСМ Вторая Депоха В стеночке Будет Да Вошла Вторая Депоха Газ Начинает Добываться Одна КСМ Куда-то там Поехала Проверяет Прокси Крит Простите Арктур Кстати Прок То есть Здесь Что-то Она Собирается Делать Как будто Неспроста Она едет Сюда Но это Уже Точно Будет Не Старгейт Прокси А что Это Будет Прокси Смотря На Это Здание Есть Несколько Вариантов Конечно Чего Это Прокси Может Быть Что Это Будет За Стратегия Это Может Могут Быть Дарки Это Могут Блинк Навряд Лег Глев Адепт Первым Грейдом Или Чарж Зил Хотя Такие Билды Тоже Могут Иметь Место Но Я думаю Что Не Сейчас Посмотрите Какая Арктура Билд То есть Он В третий Барак С двух Барак Выходит И У него Фугасы Первым Апгрейдом То есть Мародеры Будут Сразу Замедлять Вообще Так Чарлих Преуныл Чарлих Хочет В станы Броведливать Своих Шерстяны На улице Кайфовать Идти Ты ел там Что ли Хозяин С каким-то Разговаривает Квадратами С какими-то Сидит Здесь На которых Что-то Двигается Понимаешь В чем Дело Застав Застав Маши С Новым Годом Смотрите Тут Что Есть Начальника Чарлих Как Пит Дрога Ты Питать Е Ладно Потом Одену Тут Шапчуга Есть Чарлих У нас Баску Ел Хитрую Потом Оденем Пришли Так Три Марика Мародер Пришли К Хеллрейзеру Ребят А что Может Сделать Здесь Тиран Если У Хеллрейзера Батарейка Вообще Есть Кстати Смотрите А вот Этот Сталкер Уже Никуда Не денется А вот Этот Денется Куда Ни Ай На батарейку Ушел Чудом Чудом Ушел Их Тиандр Как помните В ДМБ Было Не будем Полностью Фразу Озвучивать Ну Все Ладно Свобода Свободен Так Хеллрейзер Идет В контратаку Ребят Отгоняет Мариков Арктуровских В итоге Потери у него Значительно Больше Вообще Че Что там Не так Со стримом Уже Опять Бункер Если Не доделает Арктур Бункер Он может Проиграть Эту Игру Ребят Надо Достраивать Бункер Бункер Не может Достроить Ну Что Такое Слушайте А теперь И нечего Посадить Не Ну Это ГГ Ребят Арктуру Это 1.0 Хеллрейзер Это Очевидно Уже Становится Не Зашел Этот Отбил Здесь Барак Может Открыть Уже Хеллрейзер 4 Гейтая Он Уже Третий Нексус Ставит Мало Того Что Он Здесь Давит Так Еще В Нексус Выход Идет Своего Сталкера По-моему Сейчас Хеллрейзер Бомбанул Хорошо Не Всеми Если Все Постреливали Залпом Погиб Бомба Вообще Хороший Контроль Переблинка Отминки Заходит Мародеры На Стиме Идут Вперед Уже Конечно Но Этого Явно Недостаточно Что Подбиться Ну Как-то Бункер У Арктура Не Построился И Все Сразу ГГ Вообще То есть Изначально Билл Его Был Интересен Но Батарейка Контрить Всю Вот Эту Агрессию Увидели Сталкера Не Убить Небольшими Группами То есть Там Только Большой Группой Можно Пробить Естественно И Контр Атака На Блинке Не Выдерживает Артур Ее Просто Ну Пока Сдаваться Не Хочется Ну А то Что Не Хочется Агрессивный Блин Теперь Сток Узов Абг 1-0 Ребят 1-0 Так Всё Продолжение 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 . Так, прыгаю в игру. Создал Hellraiser уже хост. Ну, я думаю, самое интересное начнется после 1-4, конечно же. Понятно, что стадии будут самые решающие, вот. Но там уже все будут в призах, во-первых. Во-вторых, с полуфиналов, ребят, все матчи будут идти один за другим. И мы посмотрим все. Ну и всех с наступающим, пацаны. Дарите подарки. Сейчас объясню вам, как делается на мой канал для конкурса. Берете, пишите вот так вот в goodgamechat xgift, просто в чат, и бомбите так вот. И пока вот такая хрень будет не написано, бомбите. У каждого там по 12 изначально, многие просто уже раздарили. Это, во-первых. Ну, во-вторых, отключайте отблоки, поддерживайте меня, мой канал по возможности. Естественно, париквенец, они через плеер также можно поддерживать. Артур хеллрейзер, хеллрейзер 1-0 повел. Надо было не два бункера, надо было вовремя бункер. У Артура бункер достроился ровно в тот момент, когда мареки погибли всем. А бункер без мареков, он сам по себе не стреляет, он же не потомка какая-нибудь. Так, ну, глубоководный риф у нас, старая карта. Как вы понимаете, хеллрейзер играет пилон гей-гасник в кибернетку. Он красный просто, и на 5 часах он появился. Артур на 11, он играет барак-гасник в мареках и, видимо, в ццшечку. Так. Убил ксм-ку хеллрейзер Арктуру, но Арктур запилил всеми рабочими в итоге наглую пробку, которая пилила ксм-ку. Но вот если бы он бы хоть на 1 хп тыкнул бы вообще на какую-нибудь долю секунды, вычинил бы 1 хп, не погибло бы этого ксм-ку. Это, на самом деле, проигрыш Арктура, потому что дома терять рабочую ни в коем случае нельзя. Да как вообще произошло, что у меня всё выбрано? У меня shift-клавия залипает в это. Просто отличная он. Так, zerk-chirik там, смотрю, поддерживает. Дайте-ка, ребят, сейчас я shift-класс тут подразберусь быстренько. А то что-то он оборзел этот shift, если честно. По-моему. Бля, вообще выну его пока. Надо и клау почистить будет. Смотрите аккуратнее. У меня здесь есть оружие. Холодное. Это не оружие. Так, ножик перочинный. Так же, подарочки сюда гоните, ребят. Ну что, у Арктура билд в мариков и минки. Будут, видимо, дропы какие-то сейчас идти. Возможно, даже марики по земле как-то зайдут. Минки полетят. Или, я не знаю, 6 мариков минка будет дроп. Без понятия, если честно. Исследование завершено. Ну что, гиды открылись, ребят. Пошел еще пилон за минералами. Один, правда, гид, хеллрейзов не открыл до сих пор. Так, залетают минки две. От Арктура. Надо улетать. Будет Арктура улетать? Что-то за очень странный контроль Арктура демонстрирует. Прилетел медиваком. Отдал просто сейчас две минки. Ничего абсолютно ими не сделал. И выходит Стим. Марики танк. Реактор на Старпорте делается. То есть попытка будет выхода. Попытка поджать этого хеллрейзера будет. Куда летит Арктура я понятия не имею. Так что только медивак, от медивак пуски остаются. Далее нового клава. Нет, просто она грязная очень. Походу тут ушивка с центром рядом. Что-то там ему мешает. Походу там грязь как-то попала. Убрал. Я просто его сейчас думаю. Что-то за хрень. Две флажи пошли. Ну а хеллрейзера, как вы видите, колосс. Один и единственные. Два медивак. Сейчас будет Стим доделается. Плюс один у Арктура доделается. Интересная позиция, кстати, для туретки. Здесь у него немножечко мешает ему ходить. Ну пройти можно более-менее нормально. Третий барак пошел. И куда? Кстати, выход-то сверху пошел. Обход какой-то пошел от Арктура. То есть он... Так, щиты заказаны. Не синхронизируются они со Стимом. Потому что до Стима 30 секунд до щитов еще там 70. Вот. И так. Хеллрейзера идет пилона контрольное ставить, чтобы увидеть как раз-таки Артур заходит. Смотрите-ка. Успел даже отменить Хеллрейзера этот пилон. Надо сканить Артура обязательно. В порядке сейчас. Иначе... Так. Сиджатся танчики. Заходит под пилончик Артур. Еще один танк вперед. Часть прироста дома осталась. Стим... Все, Стим готов. Я думаю, что он не стимился до этого. Стима-то еще не было. Вот сейчас Стим готов. Ну, вот если бы у него были щиты, он мог бы эту армию победить. Хеллрейзеровскую с элементарным сплитом и с контролем танков именно в нужных юнитах, чтобы они атаковали. А то, что прирост не выходит сейчас от Артура, это не очень хорошо. Вот только сейчас он берет дропчик и полетел вперед. Отсюда бы уже и об этой группе бы сейчас на месте Артура бы свалил. Потому что здесь понятно, что развалят его. Хеллрейзер, просто моряки убегают, танки падают. Здесь прямо через Апсевер дроп на вторую улетит. То есть будет видно все. Но они реагируют пока. Хеллрейзер Артура очень неплохо. Дропаются минус 4 пробки и минус рабочие. Здесь дропчик опять же на Мариков будет расшатывать, пытаться Артур. Нет. Хеллрейзер ГАС свой проатаковал некоторое время, но это не очень хороший расклад. Здесь группу держат на третьей базе, кстати. Но она криво стоит, так что несколько пробок могут и погибнуть все-таки. Сейчас заметил Артур. Здесь группа стоит, прибежал, засел, улетел. Все как по ноткам. Но у Хеллрейзера вы видите 2-2 апгрейды. А 2-2 апгрейды это совсем не то, что нужно сейчас тиранам. Процесские 2-2. Кстати, смотрите. Забегает сейчас Артур просто на муве, на вторую базу. Рабочих под удар попали. Где у Хеллрейзера вся армия и Артез? 17 пробок минус-минус батарейка. Но не эксус отменять это уже в этой ситуации слишком нагло. Дроп на третью. Чуть-чуть Артур задропал сейчас Хеллрейзера. Вот вам и 1-0 Хеллрейзер, да, было. А здесь-то что-то Артур вообще просто в этой игре справляется совсем здесь по-другому. И игра пошла по-другому, соответственно. Вот только вижу первый косяк серьезный у этих дропов. То есть взял-отдал медивак, зачем в том дропе. Но сразу выход с либераторами идет через центр. И ведь здесь много юнитов в этом выходе. Но решил не через центр пойти, а через верх. И, кстати, правильно, потому что здесь обсержем бы все бы спалил бы. Прекрасно бы у нас Хеллрейзер. При этом все, Артур занял третью уже базу. Армори делается, вторая инженерка делается. По грейдам, конечно, так получится еще с 1-1 против 2-2 битву будет. Битва будет здесь. Так, сканит Артур, либераторы залетают. Надо идти убивать. Смотрите, кого состоят со столкновением. Им нужен Артур, да, стимится. Колосс минус вообще в расход. Сразу же Колосс опустил. Отступить назад. Полные медиваки юниты все. Что Артур делает? А, это минки полетели. Вообще мимо касса. Не в Колосса вдропнулся ничего. Ну, по скиллу, как в стиле корейцев сейчас хотел Артур поступить. Но, в итоге, просто Хеллрейзер все убил. Минки вообще мимо дропнулись. Исполнение сейчас подвело, конечно. Идея была хорошая. Но исполнение, да. Исполнение хромало. Но все равно рабочих на десятку больше. Вот 2-2 у Протсу Арктура 1-1. Вот сейчас он 2-2 заказывает. Молодец. Но если сейчас просто 3-3 закажет, у него 3-3 в 1-1 будет. Если он бустит, вообще эти грейды будут. Да, а Хеллрейзер бустит, кстати говоря, эти грейды. Но бустов, правда, не хватает. Потому что надо пробок было восстанавливать. Он бустанул разочек рабочих. Так, тройной дропчик здесь идет. Ну, тут все прикрыто. Апсервермент, то есть, видишь, ну, Хеллрейзер есть. Если бы здесь апса еще повесить и где-нибудь здесь повесить, вообще идеально было бы все. Так, скан, залет на вторую. На мэне Либератор. Хеллрейзер отошел назад. И Арктур просто забирает ему 9 пробок за 1 дроп. Максимально быстро просто. Блинка нет. Вот что значит блинка нет у Протса. Тиран летает и ничего ему не сделать вообще. Ни медилак не сбить, ни попытаться. Ни догнать вообще ничего. То Арктура уже четвертая цеха полетела. Два Старпорт работают Либератор и делаются. Нихрена себе маньяк там просто дает 4 девяточки на турнир. Респект маньяку. Я не знаю, с чего там, с какого он канала. Ну, вроде как не к моему, мы бы знали. Ну, это нормальный подгон на турнир. Можете тоже поддерживать, естественно. Игрокам будет приятно. Это 100%, ребят. Четвертая цеха планеты. Вот мне нравится, что Арктура не забывает про макро совсем. Вроде как и дропал шатал, и выходы делал. Но макро-то тоже имеется. Четвертая цеха уже подъехала, как вы видите. Либераторы разложились. Может быть, дропнут сюда несколько мариков. Я не знаю, даже что тут делать. Мародеры выбиваются. Дроп на мейн проходит. Или куда там дроп? Никуда не проходит. Здесь обсервер висит. Понимая Таркут, здесь, наверное, обс висит, скорее всего. Здесь зилков минус 0. 180, 143. И рейндж бы Либератором сделать было бы прекрасно, конечно. Но рейнджа нет пока. Так, под блин, под Либерка. Еще один Либератор на ХГ перераскладывается. 145, 190. Сбоку тут тоже какие-то выходы идут. Арктур пытается разводить. Смотрите, и там разводят, и здесь разводят. И врыв на вторую возможен. Но Хеллрейзер заблаговременно там колотика просто оставил. Тут принимать бой в Хеллрейзер. Почему еще остается? Здесь надо драться, потому что Артур уже рядом. Прямо с тобой стоит, конечно, тиран. Что тут делать еще? Колоссов надо забрить, попытаться. Артур сбривает колоссов. Либераторов выносит Хеллрейзер. 137, 115. Ну вот Либераторы кончаются. Смотрите, надо переблинкнуться назад. Сейчас что-то тут на муе все идет. Кстати, вот этот дроп четвертую базу сейчас выносит просто. Нексус падает. Пробок что-то Хеллрейзер кинул сейчас, чтобы задефиться. Но поздно кинул. Да и что там пробки бы сделали? Ничего поддались бы просто. И все. Попытка выбить Либераторов опять идет с этого направления. Узелки падают. Все падает. Агрессивный блин под Либерков. Но они... Либераторы-то атакуют в данный момент тоже. Но 3-3 грейды все-таки решают. И очень неслабо для Протаса у нас. Конечно, дамага столько сталкера наносит. Везде вроде как Хеллрейзер Арктура прогнал. И может быть сейчас контратака. А ведь опасно может быть. И причем Арктур 3-3 грейда не заказал. Ресов дофига. А где 3-3 вообще нахвалил? Что-то Артур и грейды в итоге не делаются. Вот сейчас 3-3 пошли. А, уже есть рейндж Либератора. Че себе. А я проморгал вообще. Как-то просто Артур этот рейндж не обузит. Прилетел бы сюда бы. Вот просто разложил бы Либератора. И пусть бы он стрелял бы здесь. Ну, то есть Хараса мало. То есть я смотрю, а в бою-то там как-то близко он раскладывал. Как без рейнджа тоже вообще. Опять через центр выход идет. Блин, вот Арктур вроде как бы вел жестко, а добить он прям вот одним выходом не может что-то. Никак Хеллрейзера. Вот Либератор раскладывается, Артур. Пошел замес. 4 Либератора плюс биопачка хорошая. Ну, колоссов 4 штуки. Кстати, идет вперед у нас Хеллрейзер с колоссами своими. Арктур закатил. Надо сваливать отсюда. Что-то Арктур как-то, я не знаю. Не может. Вот он просто приходит. Вот сейчас 4 Либератора сразу были бы разложены. А он приходит. И пока он разложит все, блин, уже Хеллрейзер делает атаку. Там часть армии Арктура сливается просто на муви. Сейчас, посмотрите, лимита боевого Хеллрейзера больше. У Арктура ключевые игры, да и не готовы. Продакшена бараков 5 всего на 4 базы. Ну, что это за продакшен-то смешной? На такой стадии уже должно быть 8 бараков. Ой, Хеллрейзер на муви идут. Смотрите, Зилоты просто. С Н3 все отдались просто. В это время пришел Арктур на мейне, отбил Зилотов из призмы. Надо бы загрузить все, улететь сейчас. Призма есть, прилетает призма. Надо либератором ее прогнать или чем-нибудь ее, в конце концов, надо прогнать эту чертову призму. 138, 138. Все, блин, растерял все преимущество Арктура. У Хеллрейзера уж там. Нексус 5 сейчас будет готов. У ЦЦ, черт, полетело. Медиваки где вот два этих летают. Хрен пойми. Все демедженное в хлам. Надо вылечить. Вылечить нечем. Туретку еще одну Арктура добавила. Здесь туретку. Молодец, здесь уже будет не залететь вообще. Бедный Зил, вот по два ливератора попал и сразу минус. Две атаки воздушных и 3-3 есть у Арктура. Вот опять, смотрите, за варф. Опять на мейне проблема. Надо развернуться на мейн. Надо простимиться на ливераторов разложить. Так, Харас, просто жесть. Призму не поймал-то, а вот в итоге результат вам. Что Призму не поймал. Хеллрейзеры находят уязвимое место. Это на пятая ЦЦ, а пятая ЦЦ, а минус. Все-таки сбил Арктура Призму наконец-то. Либераторы разложены в очередной раз. Дали оттуда. Колоссы заходят на ХГ, Арктура теряет позицию. Неужели эту игру отдаст так нелеп Арктура? Ведь нельзя же так отдаваться-то. Так, агрессивный блин под либеров идет. Медиваки еле живые. Медиваки пытаются уйти. Зилков Арктура там пошатал. На мэне зилы-то депохи грызут. Не надо давать им депохи убивать вообще. Никак нельзя давать. Очень напряжная игра. Медиваков не хватает. Чрезвычайно тирану, ребят. Я уже говорил об этом. Сейчас у Хлрейз уже 3-3-2 агрейды будут. Медиваков надо тут штук 6 минимум. Все стимится постоянно. А медивака 3 летают вообще. Ну это смех же просто. Так, еще одного колосса Арктура срезал. Ну здесь нормально сагрил. Хлрейзер. Толоссов подрезал. Надо отступить. Стимится уже не вариант даже здесь. Либераторов уже пора. 7 плюс 4, 11. Либераторов уже хватит. Здесь медиваки уже, а не либераторы. Нужны Арктуру. Ну он пока этого не понимает. ССФ Хосмейна, кстати, на пятую прилетела. Это орбиталка. И здесь энергии просто немерено, кстати, на этой орбиталке. Нужно, соответственно, сейчас от зилков прикрывать мулов, которые выкидывает Арктура, блин. Агрессивный блинк под Либеров идет. Как же сталкеры кливо блинканулись. Колосс минус. Нет, это провал был от Хлрейзера, ребят. Все-таки это победа Арктура. Вот ходил-ходил, бродцы. Почти уже зашатал тирана. Но все-таки ошибка в одной из решающих битв на таких лимитах. И вы видите сразу, как у Арктура все становится хорошо. По лимиту. Плюс еще пара медиваков было добавлено. Забавьте четыре уже. Почему попарит, а я мог? Сейчас эти два медивака энергию потратят буквально за секунду там все. Продолжается движение вперед. Со стороны Арктура. Вылечить Био не вылечено вообще. Гасты пошли. И все равно Либераторов строят. Медиваков вообще нет, не хватает. Все равно Либераторов строят. Пора раскладывать, да, Либераторов. Всех вперед, которые только можно дальше подвести. Одного заминусовал. Там Хеллрейзер еще два прилетает. Четыре дальше еще пойдут. Мариков не надо так вперед давать им идти. Опять же, Арктур раскладывает Либераторов. Так что один кот там вперед вылезает. И сразу получает здесь дамага много. Так, Зилотов пытается развалить. Зилотов так просто не развалить. Блин, ну неужели, вот, я не понял, вот, Тиран и Апак, конечно, кликаешь. АПМ там у Арктура 340 и так. Но видно же, что просто юниты, все био-юниты демеджены в мясо. Неужели непонятно, что нужно просто добавить медиваков здесь в этой ситуации. Так, пытается Хеллрейзер медиваки прогонять. А Арктура раскладывает. Тут один бы вот так вот сюда расложить. Хоть на одну минералинку, что блокировал на нижней базе. И все, Хеллрейзер решил, что решился бы всей добычей. Ну, Хеллрейзер и так лишается добычи. Пятнадцать пробок минус. Сливает все. Не отпускает Арктура Хеллрейзера. Можно было бы еще какой-нибудь грейд сделать, мне кажется, на третью атаку воздушную, например, Арктуру. Все, пошелла битва. Она явно последняя в этой игре. Если Хеллрейзера не получится здесь убить, все-таки очевидно, что он проиграл. И очевидно, что и убить не получится. Один-один. 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 Так, ребят, в паузе между играми Напомню вам, что конкурс Идет на Гудгейме Наверное, в топ-то 18 я попаду Стримеров Чтобы мне помочь, делаем вот так Слэш-гифт, Ctrl-C, Ctrl-V Кто еще не дарил, пока вот такая запись не получилась Все подарочки сюда Шлите Ну и помните про Адблоки Поддерживайте меня и мой канал Сейчас меня тут Хеврайзер зовет Другой матч В другой пост, точнее Выхожу туда Адблоки премиум Поддерживайте по возможности Всех с наступающим 30 число у нас завтра 31 Завтра тоже что-нибудь постримить Постараюсь Не постараюсь, а стопудово постримлю Но что именно и когда и во сколько Я пока не знаю Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так, ну что 1-1, ребят Минимум 2 игры, максимум 3 Теперь будет В этом матче Артур против Скеллрейзера Так, ну что цеху? Газба... Погодите, погодите Это барак газ был В Марика В ЦЦшечку В фактурку Не в Рипера Артур не уважает Почему-то Рипера Хотя не, не в фактурку В реактор И в какое-то еще здание Второй барак Возможно, кстати, будет А не факта даже Ну вроде как факта пошла Блай 3-0 гуру Блай 3-0 гуру убрал Чуть все Блай серьезно настроен Хорошо На самом деле Вчера Кто смотрел Ребят Запись выложена Блая Просто вообще Настолько обидно Было Я ему написал Он сказал Что у меня Пром-то горит Короче Вот Конечно же Он вел 3-0 ДНС Просто В четвертой игре 140 на 70 Лимита Было в пользу Блая То есть просто Пойди убей И 4-0 И Блай умудрился Просрать четвертую И умудрился Матч 3-4 Проиграть В полуфинале Турнира Бэйстрейд ТВ И спунвы играл Плюс 900 баксов Сразу был бы приз И в финале Еще сегодня бился Но Блай умудрился Вот так вот залить Ну и так Он правда Там 30-50 Выиграл баксов Тоже очень неплохо Но Я прям сам офигел Конечно Ну кто смотрел Вчера помните Да Не все наверное смотрели Опа Хорошо Артур Тремя мариками Дурачку этому Настрелял Маликами Че дурак что ли Куда ты лезешь Что на рамку А сталкеров Рамку мне запили И все Куда-то лезет Непонятно куда Батарейка На второй базе Ребят Ооо Кэлрайзер На всякий случай Через робо Почему-то не через Твайлайт Играет Странно Инженерка Пошла Арктура Ну тут на выход Какой-то ориентир Ребят Барак Плюс Факта Марики Танк Ревен Ну и кстати Не видит Вообще Хочешь поймать А попробую Поймать Марики Сзади Гонятся Надо обходить Пытаться Обс Уходь Ну что Вообще Ну зачем Это было делать Шел бы вперед Спокойно Если выход Собирался делать Такой вред Арктур Сделал Куда Гнался Куда Либератора Можно Просто Ревена Зацепить За Апсом Алибератор Сбить В итоге Арктуру Вообще Передумал В итоге Выход Делать Ведь здесь Ничего Не было Вообще Колозду Был В перспективе Вообще Так Третий Танк Ребят На Старпорте Реактор Пошел Заказан Щиты Первые От Арктур Ааа Арктур Жетевая Фанат Точно Все Я думаю Кто Артур Знаете Помните Что Артур Фанат Тилая Корейского Тирана Этого А чей Это Бил С щитами Первыми Конечно Же Его Так Выход Артур Делает Какой то Сверх Хитрый Вообще Почему Ближе Более Не придумать Какой то Путь передвижения Я не знаю Но Сейчас Если Артур Так долго Шоу-шоу И сейчас Придет Отдастся Здесь Это вообще Будет Смешно Конечно Опа Видит Хиллрейзер Где Артур Двигается Ну что За бред Колосса Заблокировал Да сиджи Танк Вот Танчики В сидж Так и что Здесь Я просто Не понимаю Здесь нет Ничего Не прикрыто Вообще То есть Прирост Весь здесь Куда Артур Идти Собрался Понятия Я не имею Либератор На второй базе Был Либератор Сима нет Главное Медивак При этом нет Прирост Весь дома Причем Гигантский Прирост Если учитывать Эту армию Полетел Сразу Артур Приростом Сюда Танчик Есть Да Танчик Есть Если Не успеет Долететь Вот Если Сейчас Хиллрейзер Даст бой Раньше Того Как Артур Сюда Прилетит Это Будет Печаль Вообще Обсервера Хиллрейзер Палит Что там Артур Делает Сейчас Еще Один Буст Прилетает Артур Раскладывает Танк Давно Пора Было Хотя Может Если Праньше Артур Разложился Чтобы он Сагрил Хиллрейзера Сюда В атаку Ити А так Он Просто Аккуратненько Осиджился И Стоит Здесь И бой Пока Не дает Кстати Я не Понимаю А в сервере Не видно Что ли Так А у Хиллрейзера Кстати Нету Между прочим У Хиллрейзера Нету Слит Просто На муве Короче Ревен Ребят Но у Хиллрейзера Блинга Нет И чаржа Нет То есть Он Ничего Сделать Настолько Жесткое Что Та Пробок От залпов Танков Успевает Вычинивать Вообще Очень много Пилонов Умудрился Арктур Здесь достать Что удивительно Прям И видно Что готовился Под этот Турик Слушайте А тут Танк Прям До некуда Сюда Стоит Я бы не сказал Что быстро Но Верно Он будет Выбивать По чуть-чуть Ницус Так Несколько Мариков На стиме Прилетают Сюда На вторую базу Главное Их Уконтроливать Как только Их Будет Пытаться Что-то Убить Типа Вот этих Зилоков Или Колосса Какого-нибудь В это Время Двойной Дроп От Арктура На мэн Идет Хиллрейзер Все сюда Телепорт Юнитов Дел Так видно Как телепортируется Что Арктур Творить Вообще Почему он Полный Фейл Короче Ребят Здесь был Здесь Артур Правда Бой дает И Смотрите На третьей базе Одни Зилы Это Здесь Вообще Их Можно Убить Кстати Говоря 130 на 104 По лимитам Но танки Остались Без прикрытия Хиллрейзер Идет Танчикам Сейчас Сталкерами Сталкеры Просто Огребают От танков Жесть Как Демеджи Прилетает Вообще Но Позицию Отдал Зачем Арктур Вообще Здесь Куда-то Летел Я не Подропался Приведи Сюда Все Как бы Блокаду Вот сюда Вот прикиньте Дроп Дроп Делаете Вот как только Вы увидели Что вот эта хрень На Нексусе Начала Крутиться А ведь Видно Всем Как она Крутится Это значит 4 секунды Есть Чтоб свалить И скоро Сюда Вся бригада Приедет Просто А всю Там точно Б этот дроп Не втянул Либо Вообще Не надо было Нафиг Пытаться Улететь Так Либератор Летает Опять Артур Не может Либераторов Разложить Блин Заранее Что за бред Вообще Минки Закопал Под колоссов Либераторов Заранее Опять же Разложить Никак Скан Апсервера Не заметил Сейчас Скалрейзер Просто Собьет Апс Эми деваки Все и все Надо Сваливать Вообще Ну что Стим Вообще Не перекрывают Пришел Развалился В хлам Весь Теперь Только Бегом Отсюда Убегать Грейды Главное Что 1-1-2-2 Делается Только Атака Где Вообще Вторая Инженерка Вот Она Не работает Вообще Эта Инженерка Просто Поражает Меня То Что Артур Умудряется Здесь Творить Так На развороте Бой Хочет Принять Вообще Или Что Не хочет Артур На развороте Бой Это давать Элрейдер Ну Что Ни Сделает И Вообще Все Как Реально Иногда Артур Прекрасно Контролит Вообще Дропы Но Как Я Смотрю Он Убого В некоторых Моментах Умудряется Отдаваться Это Просто Жесть Какая Ну Как Можно Было Вот Сейчас Так Взять И Слиться На му Вообще Зачем Сюда Атаковать Не Медиваков Там Пытайся Давить Зачем С двумя Пытаться Туда Вообще Влезть Хелрейзер Идет Вперед Ну Все Сейчас Хелрейзера У Хелрейзера Уже Третья Броня Похоже На 2-1 Хелрейзер Он Пришел Сюда И Он Просто Выносит Здесь Артуру Все 1-1 Поверьте Морики Они Ничего Не Сделают Против Третьей Брони Прокс Да 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 А ведь Артура Игра Это Была В Руках Как Можно Такие Игры Отдавать Я ХЗ Вообще Нафига Он Эту Осаду Дал Снять Непонятно Ну что Четвертая Карта Нам Нужна Непонятно 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 Так, медаля я не вижу. Опа, спасибо, Серж Джедман, 2 рубля еще на призовой уходишь, вся, да, на 1000 уже призовой стал, ну, штуку баксов надо нам добрать где-нибудь. Не забывайте поддерживать меня и мой канал, естественно. По возможности, по реквизитописанию через плеер отблоки, все дела, ребята, рекламу пилю, подарки присылайте свои. Вот таким вот образом там уже игра началась, это в конкурсе мне поможет, так, вы их пишете, копируете и вставляете, пока вот эта надпись не появится, там 12 подарков, если вы не посылали, есть такая тоже небольшая поддержка с вашей стороны. Короче, четвертая карта, ребят, Hellraiser Артур, погнали. 2-1, 2-1, Hellraiser ведет, ребят, красный он просто одиссея у нас карта получается. Призовой тоже можете поддерживать. Так, барак газ, так, кто раньше был заказан, да, барак газ, газ чуть позже барак, он просто нам быстрее строится. Ну, видимо, опять через моряка Артур будет играть, я не знаю, если честно, как он там будет играть. Вот. 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 Продолжение следует... Так, Рейнар Димага 3.1, Дима взял карту, у Рейнар, блин, у Рейнар силён, он Лейзера недавно 2.0 просто расшатал хлам, на самом деле, и, я думаю, многие помнят это всё. Так, Пилон Гейда с Некс Кибернет к стандартнейшему Килл Рейзера. Делается Сталкер, кстати, почему-то... Слушайте, а Нексус-то чё такой поздний? Может быть, Кибернет вообще была до всего там? Всё, и подарки эти каждый день ещё кдешиться по одной штучке, помните? Слушайте, пришёл первый Сталкер, и у Артура просто нереальные какие-то проблемы здесь. Я вообще не знаю, как он отбиваться собирается, и что это за диговнобил такой, когда... О! А, у Хелл Рейзера была Кибернетчика первая, просто вот в чём дело-то здесь оказывается. Ё-моё, какое провалище просто. Похоже, ребят, это минус Артур, я не знаю, как ему даже 2 Сталкера отбить, если честно здесь. Он всеми силами пытается достроить СС-чку, но рабочий не доходит, выведет и 2. Ну что за, блин, за херь-то такая? Выводит по одному чё-то. Вот 2, наконец-то, Артур, додумался, что надо вывести. Там строится дроп, там медивак для дропа. СС-шка всё-таки готова, но как же долго она строилась. Сталкеры продолжают здесь всё, просто крошить вообще нафиг. Циклона Артур заказать не может, потому что ему надо елики для дропа, блин. Чё за вообще хрень, блин, творится? СС-ха сейчас вообще погибнут здесь, а Сталкеры её дамажат нормально, поверьте мне. Здесь надо было, наверное, Либератора делать. Да, уже понял, Артур, что Либератор здесь нужен, а не что-то другое. Здесь есть пилон, делается блинка, ребят. Не, это ГГНчик, походу. Я не знаю, как против блинка здесь выдержит Артур, что это сможет попытаться выдержать. Пилон виден. Надо улетать сразу со цеха наверх. Здесь бункер делать, циклон, минки, всё что угодно. Но только, ну, не пытаться цеху снизу защищать. Здесь не вариант просто защищать. Так, Сталкеров давай. Пойдёт три дома Сталкера. Пару пробок разбрил Артур уже, Хелрэйзер. Да, может, четыре даже сбрил. Так, минка делает залп, всё-таки, всё-таки Артур здесь отбивает Сталкеров. Надо отступить, мучка, назад. Бункер не стал делать, а зря. Надо было бы заказать сейчас. Один циклон трёх Сталкеров гонит. Куда ты поехал-то, Артур? Уведи ты его нафиг. Здесь ещё Сталкера сейчас будут. Либератор, кстати, мейн заблочит. 43-54 по лимит приходит Артур. Опа, здесь Сталкеров пачка. Надо уходить. Куда ты полетел? Куда летит? Хер его знает вообще. Минус циклон. На мэне минка... Ой, на рампе минка, которую... А, сейчас, если Хелрэйзер разведёт, отблинкнется, это сразу ГГ, по-моему, будет. Так. А он наверх блинкается. Танк сразу под Сталкера попадает. 3-1, короче, Хелрэйзер, ребят. Ну, как-то Артур эту игру так себе провёл. Просто его удивил Хелрэйзер тем, что кибернетчику до Никса. То есть это не пилон гейгас, не кибернетка была. Это пилон гейт, кибернетка, Нецус, как бы, и всё, и БГ. Не смог Артур этот билд закантрить, к сожалению. А чё делать? Ну что, сначала верхний полуфинал Блай будет против Соло, а потом нижний полуфинал Рейнер против Хелрэйзера, получается. Вот так вот. Игроков российских уже не осталось. Ну а что делать? Все наши здесь в любом случае, как бы, кто из СНГ, ну, наступает на пятки. Поляк и итальянец в финале есть, в полуфиналах вообще. Продолжение следует... Так, чё у нас на Твече, кстати? Уничтожь на Твече народу. Ну что, полуфинала, ребят, на горизонте у нас. Уничтожь на Твече народу. Так, чё у нас. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok 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 Короче, ребят, за турнир, за мой канал, за все дела. Ждем продолжения дорог Shadow Marine. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, ну все, а здесь доесть не получилось, конечно, ну ладно, попозже доем между матчами. Субтитры создавал DimaTorzok Можно быстро съесть Все ребят заходят сюда Два аккаунта варди Дженя Мэджик, Искандер, Зерк Димага стримит так же Всем, короче, привет передаю Пацанам 30-е, вон уже фейерверки у нас бомбят там, блин, не знаю, видно вам будет, нет? Будет там долго вам бомбить, короче, нет? А видно чуть-чуть, да, смотрите Даже чуть-чуть видно Ну все, жара начинается, ребят И у нас полуфиналы Вот он я Вот она елка, вот салат мой Чарликова шапка, ладно, потом Чарлика в шапку оденем Как-нибудь И продолжим Кофта четкого Деда Мороза Серебряная Серебряная Адидаска Ладно, давайте, ребят Везде вроде все переименовал Извиняйте за задержку, но Ну так получилось, что задержка небольшая Зато Блайя успеет сыграть, короче, матч за третье место, видимо, на People Image, там, StarCraft Вот Кстати, я не знаю, зачем там играть третье место, потому что там призовые были указаны вообще одинаковые, абсолютно вообще Вот А нет, смотрите, третье сделали на 120 баксов больше, ну вообще дичь, короче Блайя вообще киданули вообще по всем направлениям, просто В том плане, что он мог вчера ДНС от 4-0 выиграть, а 3-4 проиграл Потерял 900 баксов там, еще и здесь, оказывается, разница есть в призовых Вот такие вот дела Ну что, Hellraiser Reiner, ребят Первый полуфинал, бо 5 он будет, соответственно Карта первая, катализатор Поехали, максимально сосредоточено здесь Ну, с вами тоже будем общаться, естественно Если что-то на Твиче везде мертвы, у людей там почти 200 Опа А что, у меня почему-то не отображается А, или я обновил все? У меня в чатике не отображается, ни хрена мою Вот, сейчас теперь вижу Могу... так О, Колян, здорово Ну, а я не знаю, наверное, может уже не смотришь Вот, может ты уже не смотришь Если смотришь, то здорово На Ютубе просто у меня не в общей чатике Я только Твич Гудгейм СК2ТВ пока встроен Надо Ютуб еще туда приделать Как бы, чтобы видно было Ну, то есть в одном экране мне все Потому что Ютуб мне приходится в отдельной вкладке просто смотреть Вот, и впав, здорово Вот, людей у нас сейчас поменьше стало было 700 Сейчас пока... сейчас 600 лишним Ну, я думаю, сейчас соберутся Люди, конечно, самое интересное Начнет все еще от игр будет зависеть, конечно, интересности Безусловно Я не знаю, насколько они будут крутыми Эти игры Вообще, я думаю, будет интересно достаточно Голосовалка это Карама Не знаю, здесь он или нет О, Арама, день рождения, между прочим Сегодня поздравляю его Вот, с ним С этим днем рождения Желаю всей семье здоровья Вот, передаю привет всем Увидимся, я надеюсь, летом Да, я не знаю, когда в Москву поеду Ну, по авиации уже сам скучаю Как бы зимой Можно, конечно, смотреть Но это надо знать, когда, чего там И как летает А это уже информация Для многих закрытая В том числе для меня Короче Заблочил Хеллрайзер Рейнеру база Заказ второй На второй базе На натурале Стандартной базы Поэтому на третий закал И до сих пор, кстати, хаты здесь нет А не сагрится ли сейчас Рейнер Не пойдет ли он в какой-нибудь Подгрыз с лингами У него вот интерес Может быть и пойдет, но Нет, третья база Да, третья база есть Ну, подгрыз-то тоже можно пойти Вопрос в том, что адепт сможет здесь сделать Сможет вообще что-нибудь он сделать Открыто еще пока Так, вот адепт пришел Хаты здесь нет Что убивать? Где убивать рабочих? Непонятно Отменяет телепорт Почему-то Хеллрайзер Наполучал дэмэджи В итоге поля Надо регенить Начинать Сейчас адепт Сейчас начнут Они регениться В ближайшие секунды Но здесь тоже Смотрите Ай, какая ошибка Что Хеллрайзер делает? Ты не понял Ну одного Хоть дрона подрезать То хорошо Адепт взрывается При вот этот скин Мне нравится адептов Именно за взрыв Они прям Такое ощущение Что с плашом Сейчас все разорвет Но дэмэджи Не наносит На самом деле Так, бомбит Сталкер Ничего сделать не может Пока Так Нет Сирал Блай Конечно же Я стримить не буду У нас ГГ года Блай максимально быстро Там будет играть Тем более Что Он будет играть По возможности И на победу Но Я думаю От него там Агрессивные Какие-то билды будут Потому что Ему сюда быстрее Надо попадать То есть там Либо 3-0 Либо Выигрывать ему Либо проигрывать Я не знаю Что там Блай делать будет Хеллрейзер Ребят Вперед идет У него гейты Открываются 4 дарка Варпит он сейчас У Рейнера Здесь есть лейер Прямо на этой базе У Версира Пока что нет Но через пару секунд Он будет готов Дарки приходят Ну 3 дрона уже Нет 2 дрона Третий не погиб Дарки еще тут С рабочими Нас загружать Королева Смотрите Как Хеллрейзер Здесь просто Все разбирает Смотрите Какой урон Он нанес Очень серьезное Уронище Здесь я бы сказал Он нанес 8 дронов 2 королевы Разрубил Сейчас просто На 1 дарка Фактически Все А нет Одна королева Погодите А вторая ушла Там 2 и было Ну это хорошая Работа На самом деле Начальная Плюс 4 гейта Плюс чаш Надо в 3-й Нексус выйти То есть 3-й Нексус Нужен даже Не для того Чтобы Понимаете Как бы Так 1 архона Слить Здесь еще Дарков Пачка Нормальная 2-го архона 3-й Нексус Нужен не для того Чтобы Экономику Раскачать А для того Чтобы Немножечко Обмануть Рейнара То есть Потому что Он видит Сейчас Что Хеллрейзер Что-то сверх Агрессивное Делает 4 гейта Делается Накопление Юнитов Идет Но Зерк тоже Не сидит На месте Сейчас Без дела Он тоже Лимит копит Надо Архонов Законтроливать Но надо Так Чтоб Они вместе Все Телепортировались Назад Призму Надо Отступать И собак Атаковать По возможности Хеллрейзер Это делает Гейты Гейты Открываются 4 штуки Так 6 зелков Варпца Плюс Сейчас 2 гейта Откроются Будет Их 8 Архоны Пополняют Поля Сейчас Быстрыми Темпами Очень Быстрыми Темпами Но Хватит Ли Успеет Ли Попом Не знаю Здесь 10 гидральзеров 4 14 Сейчас Будет Ресурсов Дофига Нужно Еще Один Варп Кдэшить Ждать Просто Плюс 3 Дарка Ну что Хеллрейзер Будет Заходить Заходит Хеллрейзер Засплитился Рейнер Кстати Сплит Так себе На самом деле Собаки В тыл Архонов Забегает Неприятный Момент Архонов Хеллрейзеру Контролил Только Призму Не отдать Ни в коем Суча Нельзя Ее отдать Призму Загрузил Улетел Архона Убирает Третий Нексус Поставил Только Только Поставил Да Надо Уйти Отсюда Вон Вообще Мне кажется Хеллрейзеру Почему Хотя С другой стороны При таких Билдах Тоже Отступать С таким Третьим Поздним Нексусом Не очень Хорошо Но Как мне Кажется Вот сейчас Что Хеллрейзеру Помешало Как бы Здесь Продавить Во-первых Он после Во-первых Он дарками Мне кажется Мог больше Сделать То есть Он рано Улетел Там было Неско Собак И одна Королева Он побоялся Улетел Да Как бы Во-вторых Он Этих Вот Гиты Гиты Четыре штуки Я думал Что секунд На 15 Можно было Их раньше Добавить И тогда Тайминг Первого врыва Был бы Гораздо Лучше Как бы Не факт Что можно Было Так сделать А в итоге Это Рейнер Просто Что делает Он понимает Что Хеллрейзер Сейчас со слабой Экономикой Он понимает Что навряд ли У него Вообще Много Имморталов Здесь будет Он понимает Его микс То есть Это зелки Архоны Это сильный микс Но Против люры Которую Собирается Рейнер Сейчас добавлять Вот люркер Дэн На третьей базе Делается Это не самый Лучший вариант Развития событий Против люры Я имею ввиду Микс Вот этот Протсовский Это не самый Лучший вариант Хотя Архоны На самом деле С люркерами Дерутся неплохо Стоит отметить Но При условии Нормального сплита При многих Короче условиях Здесь архоны Нормально Чирнули собак Так они ушли Правда Все Но у Хеллрейзера Будет шторм Почему то он И мов не добавляет Вот меня это На самом деле Очень сильно Беспокоит То что не добавляет Он иммортал Вот только первый Сейчас пошел Вот это Забегание Зилков Тоже не понимаю Зачем нужно Просто 500 минералов На держи 500 минералов И это было понятно То есть Если ты не видишь Смотрите контроля карты Вообще просто Ну то есть Нет вижена Что делает зерк Есть кишепризма Рядом с мейном То есть если зерк Будет выход делать Сюда она прилетит Но Рейнер кстати Ее увидел Похоже Поэтому ждет Здесь Апсервера нет Никакого контроля нет То есть Зачем Такой ситуации Кидать зилков Туда на убой Просто не знаю 136 153 По лимиту Более-менее Неплохо Идут Более-менее ровно Ну вот у Рейнера Сейчас уже Ой-ой-ой 10 10 люркеров Это очень много Хеллрейзер Не видит Эту люру Он не знает Где она вообще Может быть Где она может оказаться В ближайшее время Вообще Он ничего этого не знает Это очень-очень плохо Так Сейчас проверю Погодите я Канал Так Люра Гидра Ребят Люра Идесяточка Опа Камни завалил Не знаю кто Хеллрейзер Или сам Рейнер Завалил Даже не знаю Люра Вкопалась Поодаль Немножечко Сейчас просто Зачем Рейнеру Вперед лезть Он просто будет Сейчас Люру Перекапывать По кусочкам Вперед И все Можно конечно Проштормить Шторм неплохо Ложится По Люркеру Макс Дэмэдж Зашел Получается 80 урона Им прилетело Но у них-то ХП 200 А 200 Это много Дура Жирная Очень конечно Во втором Старике Гораздо Жирнее чем в первом Но это Т Это я бы сказал Люркер Во втором Старкрафте Учитывая что Здесь Нексус Коврэзер Не отменяет Есть много Газа Можно архонов Кстати запилить Нормальное количество Люркер Это переходный юнит Между Т2 И Т3 Это как 4 плюс Плюс Авиация Я не знаю То есть это Хотя ладно Странно Какое сравнение В авиации Соскучился Просто Посмотреть уже Охота Что-нибудь Вот То есть это Юнит Переходный Гидралис Насколько Сильный А Люркер Вообще Разваливает Кабинет Люра Всяким Зилотом Ну Кстати говоря Она разваливать То разваливает Но С другой стороны С другой Так Пошел Коврэз Вперед Заметил Что кстати Нет Апсервера У Рейнера Очень неплохо С Люрой Сейчас побился Нужно Правда Назад Возвращаться В Рейнер Гейт Заберет И уйдет Сразу же Он понимает Что крайне опасно Здесь с Протсом Рядом Находиться Уходит Отсюда Подальше Архоны Вперед Лезут У Зилота Сейчас Архона Давайте Рейнер Разберет Куда он Побежал Куда он Один то Пошел Вперед Сей братвы Не беги Вперед Минус Архон Пожалуй Четвертый Нексус Восстанавливает Коврэз Пошел Вперед Всеми юнитами С вами На Гидру Заходят Два Архона Просто нам Увеслил Штормовики Где-то Вот это что Вообще Вот эта армия Сюда Это сюда Вообще Здесь выход Идет Нечем встретить Рейнер Понял Что Хеллрейзер Просто оттянул Всю свою армию От своей Третьей базы Четвертых Хорошо не на третью Идет Здесь только пробки Погибнут Похоже До вардиотов Но и здесь Тоже атака Неслабо идет Через несколько секунд Будет шторм Два шторма Два шторма Делаются Здесь Хеллрейзер Стоит У него похоже Нет телепорта ГГ Просто проморгал Позицию И ГГ На ИГБ Весит Ну Первым значит Повесил То или кто Не знаю Там Вторая карта Нам нужна Хеллрейзер Бился практически На равных Но Немножечко Не хватило Все-таки На равных На равных Немножечко Погибло На равных Продолжение следует... 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 Блядь, дерьмово как-то началось все. Еще раз топ-стар делаю, ребят. Сейчас все улучшится, я надеюсь, там. Все, да, извиняюсь перед тем, кто на Твиче и Ютубе смотрел, я случайно просто прокликал. Все, теперь все будет ништяк. Так, подарочки, погнали. Теперь все там работать будет хорошо, это точно. Просто эф-петоч надо, ну или там само пойдет, я даже не знаю. Такс. Илонгейт Гаснекус Кибернетчика во второй карте Блэкпинка, она называется от Хеллрейзера. Он синий прудс на части дня, он появился, его оппонент на 7 часах появился, это Рейнер. И он играет 17-ю хату Гаспул, после заказа скорости не снимает он рабочих с газа, хотя может снял на некоторое время там пару рабочих и потом опять направил. И в третью достаточно быстро у хату выходит, но по готовности королев уже двух штуках, с третьей королевы вообще у него пока что нет. Так, а он через одного адепта, да, через одного адепта в сталкера играет Хеллрейзер. А Рейнер роверами вперед не летит, просто завис и все. Завист и висит. Пошел гейт, прекрасно видит Рейнер как Хеллрейзер, стенку закрывает полностью. Третий гейт, который не видит, конечно же, Рейнер, но... Так, плюс еще гейты. Слушайте, это какой-то адепта пуш. Это какой-то адепта пуш с гейтами с мейна. Ну, Рейнер делает... О, Рейнер-то делает, смотрите, скорость овером, и он сейчас все спалит. И, похоже, Хеллрейзеру приедет тяжело вообще. Тут даже рабочие-то больше не строят. Залетает Рейнер, все спалил. Ему нужен Роуч Ворон, иначе печаль вообще. Адепты начинают варпаться, призма вперед летит. Нет, Беллинг Несс делает Рейнер. Ну да, Роуч Ворон поиск строить. Надо, во-первых, нужен Роуч Ворон достроить. Во-вторых, нужно Роучи закатить. В-третьих, они крайне немобильны. А так собак на масел Беллингов сделаю. Вообще нормально буду драться вообще. Что Хеллрейзер творит? Что-то не понимаю такое. Адепты мимо проходят. На третьей хате начинается бой. 28 собак делает сейчас просто Рейнер. Адептами надо... Ну, что происходит? На халде хоть их поставить, я не знаю. Ничего не делает Хеллрейзер здесь пока что. Адепты огребают эти. Сбоку приходят еще иллюзии. Как бы адепты заходят, но они не могут нормально подраться. 52-75. Рейнер просто изич отбивает этот куш, по-моему. Ну, а Хеллрейзер должен был либо принять бой так, чтобы победить сразу же, нормально разменяться и потом завозить. Либо, либо он должен был развести на два направления. Ни одного, ни второго в итоге не вышло просто. Беллингов пачка уже хорошая. Надо как-то мимо этих Бейнов проскакивать. А как-то мимо этих Бейнов проскочить. Тут призму надо было законтролить. Сесть, видимо, адептами. Так, раз. Раз, сплит адепт пошел. Ну, в трех адепт Бейлинг взорвался. Не, ну, здесь много на мейн зашло адепт, но они засплитчены еще. О, собаки окружают. Еще один Бейлинг подходит. Он, правда, кривейшим образом в одного адепта тут ворвался. Но Хат это, ой, Нексус-то нет третьего Утилрейзера. Поэтому и адепты здесь, ну, убивают они рабочих. Нужно здесь не просто рабочих. Здесь нужно по боевому лимиту побеждать. Призма минус, ребят. Это 2-0 Рейнер, очевидно, становится сейчас. Надо ждать. Походу, чего-то надо ждать здесь, походу. Пытается Хиллрейзер сделать. Блин, ну, не знаю, как-то против Рейнера такое улайн делать. Ну, решение неверное, как мне кажется. Что-то с твича все люди пропали. Главное, все люди там пропали с твича. Хз, не знаю, как там пропали люди. Из-за стоп-старт так получилось. Ну, Херс. Я, конечно, виноват. Ну, а что делать? Чарж у Хиллрейзера Даркшайн делается. Пытается как-то из этой ситуации выйти. Хотя, ну, боевого лимита меньше намного, в любом случае. Рейнер еще и призму здесь запалил. Сзади повесил овера. Здесь контр-дропы Бэйна Лингов идут. Ну, кстати, три пробки всего убил Хиллрейзеру Рейнер. Здесь доварп, кстати, на мейн хороший такой заходит. Ну, готов Рейнер, в общем-то, принимать этот доварп. Сзади сделки, у них есть чарж. А толку я не знаю, что у них чарж есть. Можно попытаться варпануть Дарков, ворваться. У Версира нет, вроде как, у Рейнера, но... Надо разгрузить адептов здесь, снизу, видимо, варпануть Дарков уже парочку-тройку штук. И попытаться, может, на мейн залететь сюда, я не знаю. Но здесь везде Бэйна, спорки есть, как бы, и... А там и плетка даже есть. Рейнер все видит собаками, здесь Дарка принимает. На мейне есть королева. Хиллрейзер рабочих вырезает. Но второй тоже там встретил легко, как бы. Хиллрейзеровских Дарков. Рейнер ГГ пишет, Хиллрейзер. Ну, тут да, из такой экономики просто закомбетчить тяжело. Очень тяжело. Это факт. Так, 18.15. Время, ребят. Нам сейчас еще блая, что ли, придется ждать, если Рейнеру нахиллрейзер, либо карту брать сейчас побыстрее, на самом деле. Так, да. Влай против Сирала, там первая карта только у нас. Влай против Сирала. Так, ну ладно, пока пауза, быстренько доемся, чтобы потом не отвлекаться на эту процедуру. Секунду, ребят, вернусь скоро. Секунду, ребят, вернусь скоро. Секунду, ребят, вернусь скоро. Секунду, ребят, вернусь скоро. Секунду, ребят. 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 Ну что, ребят, Боб 5 Рейнер уже 2-0 ведет, ребят Третья карта, Хеллрайзер против Рейнера Чуть перекуснул я и продолжаю с вами здесь Общаться Первый полуфинал у нас Второй полуфинал Блайзер против Соула Очень важно, чтобы Блай там хорошо его отыграл Так, что-то мне жена просит перезвонить Сейчас, погодите, ребят, секундочку Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, спасибо, Яндек, тебе я вижу от себя 2.18 на карте Спасибо Блин, а до 3000 года доживем, придется тебе на рубль больше засылать, прикинь Ладно, шутки шутками Даша мне звонила, говорит, блин, делаю сельц под шубой Я его просил, потому что завтра они поедут с Машей к бабушке Я вот не знаю, поеду с бабушкой к бабушке, да или нет Или здесь останусь уже там завтра, послезавтра С Дашей увидимся, потому что у него второго день рождения числа Вот, у жены моей Короче, и вопрос-то важный, в чем заключается Селедки две, походу, мало За третий не вариант идти, положить ли туда молоку или нет Салат, нет, я-то все съем, как бы Короче, ладно, вот так вот На такие важные вопросы надо отвечать даже на ГГ года, ребята Продолжаем смотреть, ребят, третью карту Глубоководный риф у нас карта В общем-то Плюс два гейта Да что за херня, ребята, короче Потом я позвоню Точнее, потом я отвечу Начинается какая-то хрень Вот Собачки забегают туда Собачки забегают сюда Везде собачки Так, спасибо, штак Ну в этот раз хеллрейзер играет через таргейт, я уже сказал об этом, видимо А ракул прилетает, ничего вообще он не убивает Второй рак устроится, не знаю, получится ли двумя что-нибудь наубивать Но нужен третий нексус, без третьего нексуса будет печально Пока по-рабочему у хеллрейзера нормальная ситуация, абсолютно Но он умудрился словить сапплайблок неприятный Сейчас сапплайблок прошел Нужен твайлайт И нужно, нужно как-то, в общем-то, здесь раскочегариваться хеллрейзеру Пошло робом Где фаржа, не знаю То есть без грейдов стиль какой-то в начале, получается, будет Блин, ну как так получилось? На твиче стрим упал, было 200 людей, осталось соточка Какие-то нежные там все, походу Не знаю, как-как так получилось Я не виноват, братва Тут я не виноват Спасибо, Яндек, тебе еще раз Шесть дронов минуснул хеллрейзер двумя оракулами рейнеру Посмотрите, что творится Рейнер делает ол ин здесь Вот нам надо подольше, чтобы лай успел доиграть А рейнер делает ол ин, и а добьется ли хеллрейзер? У него пять гейтов все еще строятся Между прочим, нету Между прочим, нету Опа, оракулы еще три дроны сошли Между прочим, нету, Глев Гейты открываются Сейчас начнется движение Четыре королевы прилетают на вторую базу Надо этот рабочих уводить Два филда от хеллрейзер Пробок надо эвакуировать Срочно, вон Рабочие катаются сюда Нужно что-то против королев В чем желательно не зелки Ай, мимо, куда он не на халде стоял Зелок вышел Все было бы нормально Три ноль, ребята Минус хеллрейзер Просто рейнер великолепен, конечно, здесь Но вот эта ошибка Просто вот если бы зелок здесь стоял Сюда бы варпил бы юнитов С собаками дрался Королев бы там Тремя зелками Плюс сталкером отогнал бы 19 рабочих остается у хеллрейзера Очевидно, что с таким количеством Сделать ничего не получится Рабочих Продолжение следует... 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 Пытается Хеллрейзер как-то контр-харас Какой-то предпринять оракулами Чем-то вообще По три пробки восстанавливаю Трейнер уже переход в гидру делает Гидры будет очень много, поверьте, было бы Ну, тут все в обороне 59-104 Навряд ли получится Хеллрейзеру Здесь уже что-то сделать Пилон даже не восстанавливает Вообще непонятно, как Хеллрейзер играет Три гейта отключены, роба отключена, пилон не восстанавливается Хотя на 8 гейтов и ресурсов-то не хватит Ну, что я могу сказать Если сейчас Хеллрейзер сольет в эту игру То тогда, к сожалению К сожалению Или к счастью, надо, чтобы Лай выигрывала И у нас ЗВЗ, чтобы в финале было Иначе будет финал в нашем турике Без СНГ участников, понимаете? А это совсем не очень А соул четвертое место в Евроладоре Так-то, по-польски Вот этот тиран Который очень неплох Уже давным-давно Но постоянно ему что-то не хватает Чтобы тащить, короче говоря Чтобы начать тащить Вегет, говоря, это точно понимает Что там не хватит ему вообще Вот, может быть Артур, конечно, лучше подыграл Может быть, нет, не знаю В общем, Хеллрейзер матч на третье место отправляется Так-то, конечно, это на самом деле Будет cenка Так-то, конечно... А-а-а Да-а Вот это Ну что, что ли? Уже Что-то Обязательно Б �и- Если Это То-то То-то И Ну что Так-то Продолжение следует... 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 Несколько, так, много мариков у Соло, слишком много мариков у Соло, и если бейнов побольше бы зашло, ну, возможно, бы, кстати, даже Глай бы и продавил бы здесь, но бейлинги не зашли, все сюда, собаки продолжают нагрызать, Сол дропается, куда он дропается-то? Куда здесь дропается в рабочих прямо? Дропается в рабочих, но рабочие-то падают, 16-38, два раза балая больше лимита, но не стоит забывать про 30 цехи, блин, два пальца показываю, 30 цехи это три мула, и экономика у Соло ненамного слабее Блаевской, Блай опять увлекся своей агрессией, а лейера нет, нифига нет, так, мул падает, рабочий падает, надо уйти вон отсюда, Блай, собак забегает, просто пачка какая-то большая, ну, надо бейнов дождаться, Блай дождался бейнов, агрессия не прекращается, хочет он Соло здесь, хара, бам, так, марики ушли наверх, но 7 рабочих-то Соло не досчитался в итоге, 14-49, вот 14-49 это уже, конечно, критическое значение, 30 на 15 при трех цехах, и при стимпаке у тира на щитах, там это нормальная ситуация была, но вот у Соло, например, нет инженерки, то есть грейды он не делает, для Блай это просто чудо, потому что он сам грейды не делает, никакие вообще он грейды не делает в данный момент, это очень плохо. Так, контр-забегание собак от Блай опять пошло, Соул эвакуирует отсюда, все просто. Надо к рампе бежать, Блай вместо к рампе бежать, со цеху погрыз, и возвращается назад, а чем дроп вот, кстати, Блай такое решение сделал для забегания, а в итоге дроп-то выдержать здесь нечем, просто сдержать его. Шесть рабочих потеряно, и этих мариков просто так убить не получится. Собаки стоят, хата падает со темпом просто нереальным, Блай еще и третью отдал, вот дает. Просто на ровном месте, ребят. Слушайте, тут игра далека от победы еще, вот это. Что Блай делает, я вообще не знаю, если честно. Если Соула заставить сидеть на мейне, то будет все прекратить. Так, заходят бейлинги, но все эти бейлинги взорвали только реактор и две депухи, все. Блай опять пытается контратаковать собаками. Один-один великолепно, да, что Блай сделает, конечно, но... По катушке хорошо. Королевы бейлинги есть, замечательно вообще. Забегает линги, депуху, в последнюю секунду Соула успел закрыть. Блайморфит несколько бейнов, у Соула в два направления дропы сейчас идут. Он пытается закомбетчить благодаря дропам своим. Закомбетчит, интересно. Сейчас депухи-то будут пробиты, Соулу здесь будет крайне сложно отбиться. Слушайте, минус Соул на мэне, минус вся база здесь точно не убьет. Один-ноль Блайм. Один-ноль Блайм, это факт. Даже несмотря на то, что Соул третью Блайм вынесет сейчас. Здесь все уничтожено, здесь есть другая база, третья. Этот дроп Блайм 100% отобьет. Ну, здесь как бы тоже еще шесть мариков, правда, есть. Да, у Блайм по катушке один-один. Только я сказал, что Блайм делает один-один, как бы он и заказал. Только вот Эволюшн он строил тогда. Ге-ге. Эволюшн он строил тогда. Блайм. 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 Продолжение следует... 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 На втором месте осталось 3000 уже с чем-то, обогнали многих, так спасибо вам. Ну и помните про отблакэс и поддиржес и про все дела вообще. Ну что, 17 хата Газпул, битва на променаде, блин, название карты угарное, конечно, но и карта она интересная сама, Battle of the Bro 2 она называется. Короче, 17 хата Газпул от Блая, в третью хату, похоже, он играет достаточно раннюю, или что это за дрон такой вышел, да, на третью Блая уже дрона вывел. Скорость делается, королевы делаются, до готовности королев даже как-то вот так вот. Первым, кстати, скиллом Блай, королевой на второй базе, ставит криптумор и не куда-то, а вот в направлении вот этой кишки, то есть он будет оббегать здесь, похоже, может даже агрессивничать как-то он будет, не знаю. Не, Блай обязательно будет агрессивней, потому что у него стиль такой, но Блай может сыграть и макро. Ну вот этот криптумор в этом направлении, это прям подозрительно. Ну вот этот криптумор в этом направлении, это прям подозрительно. Так, что-то везде тут инъекции, везде все делается. Я в чате как влёгся буквально на секунду и завис что-то. Блай забегает собаками, пытается законтролить, что за микс у Соло. А у Соло дроп четырёх геликов, он, кстати, подобным образом он и со Стрэнджем Спротсом играл, всё, он дроп геликов прям любитель поиграть в последнее время, я смотрю. Ну, пролетел гелионами, но ничего не обнаружил там Соло. Блай делает, кстати, передроп собачек на мейнг Соло, вот это вот интереснейшее решение. Почему? Потому что мариков-то нету здесь рядом с минералами, танк тоже вниз пойдёт, он ничего не прикрывает вообще. И забегание может сгрызть несколько рабочих, как минимум Соло. Вот Блай побежал вперёд. Хорошо рабочих зашёл, на газе два, минус третий, сгрызается, четвёртый падает, танчик в раскладку. Ну, тут по собакам бомбардейра просто со стороны танка было. Ну, Соло дропнул четыре гелика, и он может больше шести рабочих сбрить, но Блай-то ждёт гелионов. Ох, хорош Блай, ох, хорош. Понял, в каком направлении Соло собирается дропаться, а на третьей базе ничего не оставил. Четыре дрона, минус пять, семь уже. Но Медивакс бит, и Блай убил. Так, десять, одиннадцать, Либератор разбомбил всё вообще на второй. Это полный провал теперь. Тринадцать рабочих минус, Блай по рабочим меньше, меньше, чем у Соло, он просел сейчас вообще. Ну, хоть Либератор разбил Блай, то хорошо. Двадцать шесть дронов на второй, надо переводить отсюда как можно больше. На третью, простите, на вторую. У Соло третий СЦ, хагридится, здесь симпаки, все дела. Казалось, да, так хорошо Блай сюда забежал с собачками. Я Либератора вообще не заметил, я видел дроп, но Соло немножечко мультитаском занялся. Либератор плюс 4 гелика на мейн, и в итоге было минус рабочих тринадцать штук вообще. Так, секундочку, пацаны, мне звонок тут поступает, быстренько отвечу. Да. Так, ребят, извиняюсь, там другом не набрал. Я отвлекся на пару сек. Минус, так, инфестор минус, марики просто крошат все нафиг. Сул залетел сейчас дропом своим, но Блай держится, но лимит это меньше у Блая, чем у Соло, плюс у Блая Микс такой ручий, плюс королева очень мобильный. Собаки значительно больше скорости имеют. Так, есть энергия, это может Микос кинуть? Не, Микос Блай старается не выкидывать, не тратит пока что. Передроп. Смотри, что Соло делает вообще, не помню. Вот сейчас Микос надо было кидать, Мидивак бы сдох. Ну ладно, у Блай, кстати, 2 А2 энергии только. Вот сейчас 77 было, может ТА-75 и не было в тот момент, я даже не знаю. Четвертую А5 Соло отменяет, ты минус четвертая хат. Зачем же эскейп жать, я не пойму. Блай тоже не знает, зачем ему эскейп жать, вообще никак не это, не реагирует вообще. Так, здесь забегаем на вторую, ну Блай ультралов очень, ну прям ультралов хочет сейчас сделать. Рабочих опять потеряно, роучи, ну роучи прибегают, но марики через шиф просто рабочих побомбили и все, ушли. Опять 10 четвертых, даже 4 мариками можно попробовать, отменить вообще. Дроп на мейн, просто двумя дропами сбивать дропы нет, нечем, шпиля нет. Вот минус апгрейд, вторая, вторая кстати броня была, то есть у Соло 2-2, у Блая одна броня. Тут даже ультралы с панцирем в этой ситуации будут мягенькими такими, поэтому, как сказать, ну карта конечно стрёмная, мне кажется она для зергов. Вот как играть научились, поняли же все игроки вообще за все расы, что золото это крайне опасная база. То есть ее постоянно какими-то забеганиями и там дропами и всем чему угодно разводят. Даже протсу против зерга тяжело дефиться сейчас. Вот, не зергу против, вообще как бы при любом матчапе, там в любой расе достаточно тяжело ее дефить. Но, наконец-то дропы сбиты. Вот, но иногда ее ставят и я не знаю насколько сейчас для тирана эта карта халявная или нет. Хотя я вижу, что Блай тяжело здесь с Оломом, он просто его задропывал, в общем, к вам всего. Но Блай живет и ультра делается, и 2-1 он заказывает все-таки апгрейды. Но вот на четвертую базу я не знаю какой раз она уже, эта четвертая база погибает. Причем, причем прикол здесь в чем, что база-то погибает, но Блай до этого еще забыл отменить. До этого отменял просто, то есть это третий или четвертый раз он ее строит и построить не может. Но по лимиту даже в плюсе, Влад, если хвост самое интересное. Но по грейдам отставания и по технологиям сейчас отставания серьезные очень будут. То есть Сол-то понимает, что ультра он не будет био идти вперед и там отмеет до вас. Он сейчас будет либераторов, танков добавлять много, всего много он очень-очень будет добавлять, в общем. Сол-то понимает, что ультра он не будет. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Так, ну что-то летает все, ребят, туда-сюда. Я что-то даже приуныл немножечко. Блайпа лимит просел все-таки чуть-чуть, но делает Грейтер Спайер, причем свою-то линию гнет. В этот раз и четвертую, и пятую делает. И Крип продвинул подальше, вот здесь, правда, Крип надо тоже в кишку послать бы немножечко. Вот шпиль есть, закажи ты караптеров штук пять, ема. Пусть они уже полетают, блин, как, ну, противовоздушный юнит, а не всем вот только наземным, блин, играть. Может быть, хоть получится минуснуть медиваки эти. Ну, надо устаканивать здесь, чтобы эти дропы, иначе сейчас выход будет, и Сол минуснет просто. Гастов 12 штук, там медиваков 4 всего. Если эту армию словить, позиция-то кривоватая там у Сол. Если эту армию словить, то может и нормально все выйти. Здесь вот Крип в центре, Сол врагу, сверху пытается убить. Понимает, что без Крипа ему в разы будет проще заснайперить ультралов, там гастами своими и пробрить их. Хорошо, Блай, в кавычках, сюда пришел. Ему Сол просто хорошо, что у одного ультра вот всего 8-й период. Марик и дроп путь на мейнинг. Здесь Блай готов. Сол пытается перелететь в другом направлении. Какому-какому? А, вот на вторую базу. Будет разгружать. Да, разгружается, но собаки максимально быстро сюда приходят. Кстати, мародер затанчивал, между прочим, и выживает. Био-Сол, часть Био выживает. Здесь три королевы. У них хоть и ноль атаки, но две брони есть. Они живут, как бы, по чуть-чуть расстреливают Мариков. Зато на третьей базе у Блая все еще проблема. На пятой, точнее, простите, не на третьей. Соло-выход никуда не делся. Просто приходит снайперит Газ. Блай вообще ничего не контролирует. Приходит снайперит ультралов, снайперит инфестров. Микозы Блай кидает вообще в молоко куда-то мимо все идет. Так, на минке Блай уже пошел вперед. Ультра с гастами плюс слади реведжера. 125-150. Нет, здесь соло разбирает Блай. К вам 6 ультралов хоть и делается. Боюсь я, что ГГ-нчик. Это для Блай. У него просто нет юнитов. Он сейчас четвертую потеряет, пока ультра выйдет. Во-первых. Хотя нет, три ультрала уже готовы. Но они раздрознены. Вот здесь подходит снайпер-шот. Пошли, кстати, Блай. Смотрите-ка, ушел от снайпер-шотов. Сейчас прикольно так. По ультралам опять снайпер-шотов проходят. Если бы они бы с флешем клешнями по гастам попадали бы, снайпер-шотов бы сбивались. Это ГГ в итоге. Но Блай, блин, учитывая это провальное начало и вообще то, как соло-шотел, я вообще удивлен, что Блай так долго держался. Может карта. Может не карта. Сейчас мы в третьей игре. Пока непонятно, что именно тут так Блай мешало биться. Пошел в инвайт. При 2-1 счете, наверное, паузу дать какую-нибудь на пару минуточек все-таки. Так, дайте-ка я перезвоню, потому что все звонят сегодня, как будто уже, блин, Новый год сейчас. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, все, ребят, погнала, короче, мазута. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, 1-1, ребят 1-1 Уже не 3-0, как предыдущий полуфинал Пошел пул Про реплей, не знаю, пак, наверное, потом сделаем турнира Поэтому, блин, извиняюсь, мне там сейчас возьмут руку Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что, ребят Погнали, что Далее Все названия Всем что-то надо Ну а что Мне тоже надо Иногда бывает, поэтому все Так, текст подправлю Ctrl-A поставлю Глубоководный риф Вот это более стандартная карта Для всех рас, в принципе, она неплоха Вот, и Я думаю, попроще здесь Блая будет играть Королеву вниз спускает Смотрю, сейчас Оверг спалят КСМ-ку, которая здесь стоит Три собачки у Блая, одна где-то уже была Уничтожена, кем? Риппером, да, наверное А кто еще? Здесь боевых юнитов-то больше нет Заехал КСМ, не знаю Спалил ли Соул то, что у Блая Вторая база вообще не раскачана Или не спалил Есть личинки, но Блая, кстати, ничего не строит Пока 4 роучи А, у него соплай-блок, все ясно Сейчас будет третья заказана То есть Кстати, Соул не спалят прям, как Третья делает сразу То есть это стандартный такой билл С роуч-вороном с двух баз И задача роучи, естественно, подхарасить Как бы реводжеры плюс роучи Что-то попытаться сделать В атаке там против тирана Ну, Соул видит прекрасно 4 роуча Блая опять соплай-блок При этом все, меня поражает Как он умудряет соплай-блоки-то такие ловить Так, СМ-ка минус первая Циклон Банша делается, блин И они успеют, я боюсь, делаться Очень-очень быстро То есть навряд ли Блай Какого-то урона здесь нанесет Серьезного Соулу Плюс он что-то туда-сюда клик И уже уходит Третью базу так и не закалывал Что за бред Три реводжеры делаются В итоге Блай просто Соулу Подарок ведет, по-моему Три реводжера роуч Сейчас два циклона и Банша И что тут вообще можно сделать будет Я без понятия Банша, секунд Ооо, 4 секунды Банша Причем она с такой скоростью летает Тут ничего не успеет уйти от нее Два циклона и Банша Катастрофа, провал Называйте, это как Катите полностью убил Не зашел Блай Он ничего не... А, ну Убил Марика Убил Марика Убил Циклона Да эпоха сгорела Хорошо Но потерял 4 реводжера и овера Прикиньте То есть И нет третьей базы При этом Все, мы убили Здесь гелики еще заезжали Ну гелика хоть принял На 10 рабочих Больше убила Если достаточно Льюинтов, чтобы отбиться Ну вроде как достаточно Так, что за хрень-то Все нараспашку Открыли На помощь На помощь Режим готов Кому наверху Ну что, это 48,37 Рабочих у Блая больше В итоге Знаете, что я вам скажу То есть Размена для Блая Такой более-менее Соулы сдержал дома Технологии есть По рабочим плюсе Ну и Даже вот При таких При таких реводжерах Неплохо получается Представьте, что будет Если бы Ну лучше Они зайдут вообще Так Поддерживает Зерканс 0гг года Ребята Помните Турнир можете поддержать Сам Спасибо всем, кто так делает Поддерживайте меня И мой канал По возможности Естественно Так, так Будьмин СПБ Спасибо тебе На добром слове Банша прилетает Блай теряет Уже на банше Четыре рабочих Приятного здесь мало Но Смотрите Зашел королевами И убил его Пять рабочих Слил Вот только что Блай на десятку Рабочих был в плюсе Но уже в минусе Блай по рабочим Так Так А почему у нас Не показывается Вообще Где рабочие Гибнут 18 минус Я что-то проморгал Где-то Где-то я проморгал Погибших Рабочих Не знаю где И Что за Бреда билды У Блая Зачем у него Уже делается Хайф Вообще Не имея ничего То есть даже Скорости Собакам Нет Но уже Хайф Блай делает Вот да Тут везде Все в спорках Смотрю Что он Находит Где разложить Чертова Либератора Блай отгоняет Третью Занял Плетка Есть Четвертую Ставит Но 90 Что-то 3 на 10 Уже и более Лимита Сол Стабильно Впереди Забегание Собаками Без скорости На третью Базу Блап Скорость Здесь погибло Нормальное Количество Рабочих А так Всего Одна КСМ Погибает Остальные Только за Дэмиджи Лай Ну Не знаю Блин Какой-то Билл Стремный Скорость Вообще Поздняя Собака Призовой Уже на 12 тысяч Увеличился С момента Того Как Турнир Начался Так что Это В принципе Неплохо По-моему Очень даже Гвадроны Циклонами Сол Еще подрезает В итоге 63 63 По рабочим То есть Ублая Только вровень Сол По рабочим А по лимиту Уже На где-то 20 Ну Да На 20 Проседает Очевидно Что это Боевой лимит В плюсе У Сол Он делает Выход И вообще Нечем Встретить Этот выход Роучи Против Такого Микса Не очень Действенны Будут А ультра Еще Там Ой Как Нескоро Здесь Надо Забегать Ой Тут Забегание Кривое Получается Цц Хоть Четвертка Можно Отменить Все Вперед Взял Костенку Таблая Не сможет Прогрызть В общем Печали Вообще Это Дичь Какая Это Вообще Либератор Три танка Марики Выносит Сол Все На третьей базе 2-0 Сол Выкручивается Все Будет Вайк Пятую базу Ставит И один С дронов Делает Вот Все Ничего Я бы Сказал Блин Я не прав И Походу Угла Есть Шанс Баз Достаточно Много Будет Дроны Делаются Но Посмотрите Вот сюда 2-2 Делается Ублая Одна броня И никаких Грейдов Вообще Больше Не делается В перспективе Будем мы Иметь ситуацию 2-2 Тирановскую На одну Броню Зерговскую И это Совершенно Неприемлемая Ситуация Хотя В прошлой игре Еще хуже Было Здесь 2-1 Заказан Мне хочется Верить Что Ублая Что-то Получится Но Ситуация По рабочим 73-50 Подсказывает Что-то Крайне Маловероятный Вариант Тирановя Вариант Погнали Вариант Тиранов ace Вариант Тирановя Подсказываю Вариант Конец За Bell Вариант вetty peas Погнал Так, 123, 146. Слушайте, еще три ультрала у Блая. Рабочих по девяточке отстраивает. По чуть-чуть-то оживает Блай. По чуть-чуть оживает. И пятая есть, как бы, вроде. И на четвертую уже какая-то добыча присутствует. Все про точку сбора в 7 на пятую. 67, 74 по рабочим. Уже даже, можно сказать, ситуация близко. Ну, усовывало гасты, усовывало технологии. Сколько гастов? 4 есть, 3 строится, 7 гастов. Либераторы, танки. Ох, там микс какой жесткий. По грейдам впереди. Несмотря на то, что Блай тоже грейды делает. Вот, пожалуйста, на пятую. Нахера на пятую рабочие, если вообще непонятно. Рабочий и минус. На четвертой 3 Блай точку сбора на пятую сделал. Ну, тут он не мог, значит, что дробь прилетит. Но, тем не менее, непонятно, зачем они туда нужны были. Перевод эти правые. Зачем туда нужен был. Отковырялся еле-еле Блай. В плюсе по лимиту, между прочим, стал. Кстати, есть адреналин? Нет, адреналин оборотка. Нет адреналина на лингов даже. На лингах. Рабочих 15 заказов. Это тут хорошо, кстати. Сейчас по рабочим Блай почти 80-ка будет. Соул пассивный кустиль сейчас демонстрировал. Но вот все-таки выход идет. И гастов очень много. А ультралы против гастов так себе идея. Так себе расклад. Ну, придется драться. Придется драться Блай. Так, сзади забегание лингами какое-то идет. Ультра спускается вроде как. Нужны фаербуллы. Там еще, посмотрите, сколько... Там еще либератор, блин, сзади. Собаки в танке наламываются. Кстати, Блай проламывает, прежде прочим, соло этот выход. Ну, гасты так снайперят жестко, что прям жесть. Соло загружается. Кривовато. Часть юнитов на муве слил. Кстати, Блай в плюс и по лимиту осталось после этого вывода. Ну, тут опять, блин, гасты черт. Гасты снайперят. Опять соло пытается улететь. Опять часть юнитов слил на загрузки сюда. 20 собак, 4 ультра лоффлая. Слушайте, 140, 150. Может быть, я двукратно был неправ даже, говоря о том, что я неправ, что Блай не втащит, как бы... Ну, и рассказывая, почему. А тут-то, оказывается, вот как. Еще шансы есть какие-то даже. Неплохие, может быть. Если Блай еще один бой нормальный. Даст просто соулу. Здесь камни соул пробивает Блай, чтобы быстрее ультра передвигалась между второй и третьей базой. Зашел гост такой беспалево на инвиде. Но у Блай есть оверсир. И гост сразу же уничтожен. Калст. Забегание лингов. Стенка соуловская падает. Депух погибло штук, наверное, 7. А у соулов все равно 200. То есть, прикиньте, какой запас там депух. Бас этих по лимиту я имею в виду гигантский. Шпиль бы Блай нужен, чтобы уже с либераторами бороться. А шпиля я вот что-то не наблюдаю, да? Да нет, шпиля у Блай. Плюс 4 ультрала еще. Но если по земле давить, нужны разводы. Нужно как-то грамотно наломаться Блай тогда. Здесь в тылу. Так, ультрал плюс клинги. Мариков крошат, которые в прирост пошли. Забегает Блай на Планетарыч. А здесь на Планетарыче есть вычинка. Ультрал демедж хорош наносит. Био спускается. Гост со снайпершотом. Снайпершот по ультралу. Соул вынужден вернуться. Лайк вот там уже побежал. Вообще просто напролом. Через базу ультра идет. Собаки забегают. Кстати, на третье опять мародеры падают. Рабочих ультралами Блай поподрезал. Но минус 2 ультрала, знаете, как-то это дороговато. Рабочих на 2 ультрала разменивать. Вообще на ультралов рабочих разменивать. Юнит-то все-таки дорогой. Дорогущий, я бы сказал. Так, Окоха закрою. На третье опять линги Блай карась. И неплохие забегания идут. Ну вот провал на центре. Минус где-то 2 или 3 ультрала. Минус инфеста. 30 лимита сразу Блай проседает. Еще одного ультрала Сул не отпустил. Очень жесткий микс. Марики, мародеры, гасты сзади. Хорошие микозы от Блая. Инфестеры лезут вперед, но против гастов нет ничего. А выгорите Гастро. О, какой фарш вообще здесь был. Просто посмотрите на потери. Вина 22000 на 14000 просто фарш он превращает. Ультралиска Блая, к сожалению. 3-2 грейды у Блая не успевая доделаться. Они помогут. Гегая Блай пишет. А Вить тащил. А Вить тащил. Ультралиска Блай. Ультралиска Блая и в形. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Все подтвердили, все зашли, ребят... Продолжение следует... Разваливают... Хорошо, новые марики... Да, новые марики эти... Называются гасты они... Так, рекламу пилю, 50 минут не пилил... Ребята, поддерживайте меня и мой канал... Турнир поддерживайте, по возможности... Не буду говорить как, я думаю, понятно и так как... Ну и слэш-гифт, как обычно... Ctrl-C, Ctrl-V, вот так вот... В чатик просто ставите... И пока у вас эта надпись не появилась... Ставьте там 12 раз где-то... Примерно надо сделать... Всем за это спасибо, кто так делает... Погнали, ребят, далее... Сих пор, ну ладно... Погнали, ребят, да... Это обращение, читайте... Ох... Че ты мне делай. Не забывай мне нижней теки. Вчевые дни Question Steam с їду... Вот так вот я Fel情, видос замок... Погнали, ребят, ребят, ребят леб�а... К 결국에等юھ location третоanter... Так просто, какое-то... Ну что, соулблай 2-1, соул повел, первую блайкарту победил, две счастливы, неоновая площадь, надо брать, иначе поражение вообще. Ну и вероятность финала вообще не СНГшного здесь присутствует, очень сильная. О, и от СОЛО, посмотрите, что приехало, проксибарики приехали, это, кстати, не риперы, это даже марики, просто марики. Новый год, кое, а где это может быть-то? Может в области, в Печорах, может быть кое, не знаю. Такс, ну что же, два барака, да, у СОЛО, у Блайк, кстати, пул первый, между прочим. Вот у нас Марик первый приходит, не атакует нифига, Блайк, СОЛО, ЧНЕХАТ, вот только сейчас Марик пришел, он мог бы выстрелить, но он не выстрелил, хитрец какой. Сейчас королева спустится, и она может не уйти назад, вот в чем проблема. Опа, уводи королеву, Блайк. Блайк все понял, королева уводит. Две собаки забегают, кстати, они могут подгрызть рабочего, который запиливает факту. Хату, очевидно, надо уже отдавать, это другого варианта, я здесь просто не вижу, кроме как отдать хату. Собаками надо по максимуму здесь контролить, бегать как можно больше. Так, слушайте, сейчас СОЛО еще провальный крипту, мы разглавим никудащик. Собачками, Блайк, смотрите, СОЛО у Мариков нагрыз, у Балбэн, это СОЛО. Один Марик в итоге сел всего в бункер. Слушайте, а у Блайка есть шанс при таком раскладе, по-моему, даже СОЛО, а еще не СОЛО, у него есть шанс отбить хату свою, минимальный, правда, шанс, конечно. Марики все новое-новое подходят. Шесть Роучей Блай делает, хату, похоже, все-таки не отбить. Но как же было бы круто, конечно, ее отбить сейчас. Блайк. Но пять Мариков в бункерах, хату упала. С брулингами, Блайк, наламывается. Делать реведжера надо, в Буксете нет лимита у Блая. Бункера падают, Марик падает, КСМ-ка падает. Роуч один сейчас погибнет. Надо Мариков отгонять по возможности. Надо контратаковать, хату сразу же надо восстанавливать. Реплей, я уже сказал, может быть, реплей пак сделаем, скорее всего. Другого варианта здесь просто нет. И Мариков продолжается устроить, Блайк за этим и побежал. А что Барак, что он побежал? За ними. Три пятнадцать, а этих сколько? Тоже три. Одинаково ходят. Ну, отстали серьезно. Здесь ми... О, здесь лаба, кстати, интересно. Ну, а, ну тут циклон есть. Да нет, здесь смысла не вижу особо так вот. Ломиться прям с перебором туда Блайк. Хата делается, и то хорошо. Так, заходит Ручь, Блайк, 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 Блайк. Делается. Надо уйти, отсюда Блайк. Банша делается. Здесь вообще нечего ловить ему. Сейчас она убьет всех этих юнитов, и можно будет ГГ смело писать тогда. Так, все. Слушайте, но Блайк в плюсе по лимиту, что самое удивительное. Рабочих у него больше, на десяточку лимита в плюсе. Пока СОЛССФу заморфит. В орбиталочке делает, превратит ее, загрейдит. Пока третья доделается, пока перелетит он туда вообще. То есть пройдет время. А Блайк уже здесь все качается, он уже получает здесь преимущество экономическое. По рабочим плюсе сейчас главное не просесть по грейдам, по технологиям. По рабочим, понятно было, сейчас на третьей инъекции там запилит. И... По рабочим-то он СОЛО обгонит. Это понятно уже сейчас стало. Ну вот как это все в итоге применить грамотно, вот это вопрос. Так, пошел эволюшн лейр делать. Третья есть база. Сюда бы точку сбора поставить, не помешало бы рабочих туда, блин, кинуть какое-то количество хотя бы. Так, третий раз качу, Глайк Броня пошла. Во-первых, кстати, раньше, чем у СОЛО даже один-один в этот раз, Глайк Броня убрал. Ничего себе. Может и по грейдам в плюсе будет. Перекинул на третью, тут смотрите, где четыре минераля на рабочих. С всех лишних, с других баз. А спорки нет. Все-таки минус тул Боншуну. Три дрона, которых можно было не терять, Глайк все-таки потерял. И опять пошел инфистейшн. Опять будет хайв. В этот раз не такой сверх ранней. Как был в некоторых карт предыдущих. Ох, великолепные какие фаерболы. Но два одного не хватило. Посмотрите, нужно королеву вывести на один, ведь удар викингу осталось. Где королева? У нее гигантский рейндж. СОУЛ понял, что этот дофлет сейчас может отлететь одного удара и увел его. 90-92, скорость роущем инфестора у Блая. Четвертую базу не ставит. По дроном, блин, уже сейчас ровно и даже проседает. СОУЛа полноценная, третья, неущебная, карманная. 1-1 грейды подъезжают. Блин, вообще печально, конечно, для Блая. Вот уже СОУ вперед по лимиту начинает. Опять у Блая хайв без экономики нормальной, просто без нормальных грейдов. Нахер этот хайв нужен, не знаю. Дробь на четвертую. Эскейп Блай. Что за херня вообще? Ну почему, блин? Блай не может нажать эскейп и отменить базу спокойно. 300 очередных минералов на ровном месте удано. Сканы на центре ШОУ. Хрип шатает весь здесь. Пытается не шатать. Два Микоза одновременно, Блая выкинул, и поэтому это зачем? Просто летает одним двойным дропом СОУЛа. Блая вообще ничего с ним не сделать, с этим дропом. Четвертую отменил. Четвертую заново пытается занять. Тяжело. Ультралис Кевен попер. Рабочих меньше. СОУЛа тут на золоте. Четвертую уже. Везде дропы бегают. Сейчас пытается 9 опять часов отменить СОУЛа. Блая два руча. Плюс инфесторов три штуки. Опять выкинул Микоз. Опять этот Микоз вообще в никуда полетел. Ничего. Даже надемоджил Мариков, но это все, что Микоз тут сделал. Викинга вычинил СОУЛа. Блая шатается еще. Уверов здесь, уверсиров. Да, имеет смысл подскорки отвести. Но это косяк СОУЛа. Недоконтроль Викинга. Минус Викинг. 118-36. Блая ультралис Кеверна. Блай уже забылся вообще. Он косячит. Жесть просто. Итак, ресурсов нет. Еще два ультрал Кеверна ставят. Потому что он не заметил, как первый ставил. Как он мог не заметить, я не знаю. Но вот так получилось, что не заметил. Броня ультралом. Три ультрала. Вторая бронька доделается. В этот раз эволюшн такой поздний еще здесь делается. Жесть просто. Второй вот сейчас можно когуть заказывать. Ну, три один хотя бы, да, там делать вообще. От Блая пошли забегания. Не знаю, что. Собак много, кстати. Брони две есть. Собаки накидываются. Соул не контролит здесь. Зато Соул в атаке контролит. У Блая на четвертой проблему. Ультрал мягчейший. Еще сейчас без брони. Фаербулы падают. Хата тоже, правда, падает в итоге. Блая с ультрой пытается вперед пойти. Три ультрала, кстати, хорошо. Минус танки. Био не надо без скрипа, мне кажется, за этим Био угнаться. Но Блая решил, что надо им угнаться. Зачем-то нафиг. За этими мариками всеми. Ультрала один. Минус сейчас второго Соулу разберет. Через пять секунд бронька будет. Но тут Фаербулы заходят. Пускай-то. Фаербулы еще идут. Был бы Микос. Может, Медиваки бы сдержал Блая. В итоге, после этой погони, только что 140 на 130 было. Уже 130 на 125. Не в пользу Блая. Здесь у Соулу четвертая. Вовсюду добывается золотая база, между прочим. Бараков восемь штук работает. Очень много. И Соул перемасит Блая стопроцентно. Пока он эти базы восстанавливает. Шпиля нет. У Грейтер Спайр перспективы выхода нет. Ультра не понять, куда бежит. Что за забегание? Болый ультрой от Блая забегания. Ну, это же вообще печаль полная. Так, 163, 141 лимита у нас, пацаны. Так. Так, ну готов был Соул в билду Блая. Ребят, дроп на мейн. 190 лимит на 150. 2-1 Грейтер Блая на 2-2 Соула. Соула получше. Опять начинается. Снайпер-шоты халявные инфесторов просто идут. Здесь забегание лингов в район второй базы. Ультра тупит. Ультра здесь и не пройдет. Надо как-то ее завести. 10 дронов на мэне минус. Вообще Блай что-то не может справиться здесь. Похоже, что финал у нас будет не СНГ. Финал. То есть у нас будет Соул Рейнер финал. Ну, а Блая с Хеллрейзером придется довольствоваться матчем за 3-4 место. Других я вариантов здесь пока не вижу. Я не знаю, как Блай эту игру вытащить. Посмотрите, у него и рабочих меньше, у всего везде меньше. Наглеют инфесторы вперед куда-то идут. Отдаются, естественно. Два ультра лаффта. Вот два снайпер-шот, посмотрите. 160 кп осталось. 340, иди сюда. По 170. Дамажечко. Ну, идет СОул Блая уже добивать, вы видите. Блай пытается держаться. Ультралы бьются, как и львы просто. Есть реваджеры. На мейне 4 марика откуда-то остались после дропа. 20 дронов утеряно. Даже несмотря на что Блай здесь чудом каким-то отбился. Посмотрите, здесь какая жесть. Здесь все строится, и лимита слишком много. GG 3-1, СОул Блай, Хеллрейзер. Матч за 3-е место, СОул Рейнер. Финал у нас будет, соответственно. Ждем начало. Так, ну что. Блай Хеллрейзер 3-е, СОул Рейнер. Финал ждем. Финал. 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 Продолжение следует... Так, 5 минут перерыв, ребят, и продолжение. Ждем его, этого продолжения. Секундочку, я пойду буквально на секунду. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, ребят, матч за третье место. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну а что поделаешь? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Все, отпускаем игрока Вот этого длиннотелого И матч за третье место погнал Hellraiser Bly Ублая реально предновогодние вот эти дни Вчера и сегодня какие-то не очень везучие Почему? Потому что... Да, потому что просто-напросто... Вчера он турнир обидно слил очень-очень... Очень обидно слил... Полуфинал... Ну и сегодня что-то не прет у него с соулом совсем... Ну хотя соул, конечно... Я не сказал бы вообще в одну калитку серию он взял, но... Уверенно достаточно... Ну как уверенно, вообще хорошо взял 3-1 Так, золото первое от Bly против Hellraiser А Hellraiser на пилон гейт и газ Золото первое отбелить, значит... Играет музыка. Кстати, у Блая вообще 3 хаты пул билд. Газ уже готов, нужен пул. Золото строится, вторая ставится, тоже база. Пул сейчас будет заказан, похоже. Приехал CallRaiser, кстати, он увидел позднюю хату, и он подумал, наверное, у Блая пул первый, и надо стенку закрывать. Ну, то есть это логично, как бы. Проверяю, что здесь происходит, пока не уезжает все-таки. Дрон один выводится, куда он там поехал? На золото поехала пачка дронов, и неплохая такая. Сейчас CallRaiser явно понял, что происходит. Ну, надеюсь, по крайней мере, что он понял. Да, сейчас он увидел, что куда дроны едут. Они едут на золото все. Восемь штук сейчас уже здесь будет. Блая еще кликает на дальний. Он дрон, и придешь, кликни ты на ближний. Они сами расползутся. За кого день? Здесь нет за кого болеть. В предыдущих матчах, очевидно, за кого я болел. Здесь уже особо... Не важно. Как и в финале, потому что, если бы все-таки Блай победил, и финал был с ним, то тогда да. Потому что CallRaiser вообще Рейнеру как-то, ну, тут летел без шансов практически. ПВЗ. Была версия, что Арктур победит, он с Рейнером получше может побиться, но Арктур не победил. Продолжение следует... Плюс одиннадцать дрончиков. У Глайсу Тикл Рейзер неплохо золото нахарасил. Четыре дрона минуснул сейчас. Прилетает Оракул, и четыре дрона, это не конец, вы видите, история этой. Еще плюс пять с Оракул, минуснул. Девять суммарно. Дронов минус. Еще и здесь три, блин. Короче, восемь Оракул, плюс четыре адепта. Двенадцать дронов Блай потерял. Двадцать девять сорок по рабочим. Ситуация какая-то критическая, по-моему, уже здесь по рабочим. Собак и Блай тут пытался пробку поймать, но... Перезаряжалка полей. Все... Все собачьи усилия сейчас просто свела на нет. Ну, в секунду. Минус просто и все. Так, а что здесь телепортировал Коуррейзер вообще? И откуда? Не понял. Мисклик был, е-мое. Он со второй пробок на мейн телепорт... Со второй на мейн, да, телепортнул. Жесть вообще какая-то была. Ну, случайно бывают такие вещи. Тристо минералов минус. В смысле плюс Хеллрейзеру сто минус. Отменил Блай ему третий нюк с собаками. Ну, пытается восстановить рабочих Блай. Золото, конечно, спасает. Она дает хороший инкам. Там, видите, у Блая добыча больше, чем у Хеллрейзера. Сейчас, хотя надо 10 рабочих меньше. Но у Хеллрейзера 4 газа добывается. Просто у Блая один всего. То есть это тоже очень важно. Естественно. Так как там-то все рабочие на добыче минералов сосредоточены. Собаками Блай забегает. Адепт покружает. Одного адепта очень тяжело убить. Его батарейка лечит. Но поля окончаются. Слишком много собаки дэмэджа вносит. Так, ну попытка еще адепта сгрызть на Амэ не идет. Адблай, а не сгрыз он адепта. У Хеллрейзера чаш, у Хеллрейзера ножки, у Хеллрейзера гейтов. Сколько у него гейтов? У него 8 гейтов. А где третий? А вот третий. Я что-то не вижу, что здесь. Три их стоит. Смотрю, два вроде в стенке. Так, Вэйр Роуч Ворон. Ча, лекла. Вот опять вот там какие-то фейерверки бомбит, блин, уже. Пробок с третий. Ну, возможно, они на дистанс майнинге там были. Просто третьего не было еще. Очень прикол. Мне показалось, что это со вторым и скликнул просто. Там мало рабочих было вот на этой части. Их не было просто. Можно репту будет глянуть. Если игра не слишком долгая будет. Откуда? Телепортнул их там. Хеллрейзер. 12 роуч у Блая. По лимиту очень близкая ситуация. Зилки вот эти, блин. Эти крупные по скину. Зилки такие по виду. Прессуют собак. 6 штормячков до варп. И 3 архона делается. Роучи начинают выходить. Но выходят-то они по очереди все. А зилоков пачка просто гигантская. Подходят архоны уже зилкам помогать. Против собак. Против роучи. 1-0 Келлрейзер, похоже, ребята. Я что-то смотрю и вижу, что вот этих... Ладно, зилки еще, может быть, отбиты бы были. Но архонов просто некому надевались. Просто некому. Лайп летки ставил, но не спасло. Его пуш с 8 гейтов и минус гладь. Причем подобный подпирался и с Рейнером. Ну, хотя нет, с Рейнером там другая ситуация была. Причем пуш-то такой. Третий нексус отсутствовал. Нельзя назвать его пуш-отчаяния какой-то там, но это пуш был по ситуации. Если бы Теллрейзер сидел на месте, то у него бы другая ситуация совершенно была. Блай бы здесь раскачался бы и вообще бы нормально было бы у него все. 59-41 по рабочему пользу пробус. Теллрейзеры там и Морклы типа делают. Блая боевого столько же. Ну, то есть зилки сейчас проредят Блая лимит. Но они и сами отлетят. А зилки-то это как по два лимита боевого каждый вообще-то. Золото у Блая кончается. 100 лимит Хеллрейзера, 80 у Блая. Пытается Блая контратаковать. Сейчас прибежит. Здесь архонов три штуки. Еще и тут садистные лавушки какие-то есть. Так, давай, Рзилк хочет. Что-то сделать хочет. А, ну, здесь была собака гоняет Хеллрейзер. Строятся и мы. Хоть чуть-чуть. Одно робо, правда. Делает плюс один Хеллрейзер. Хочет он очень сильно плюс один. Кстати, собак будет хорошо угревать. Зил-то сейчас плюс один. У Блая грейды по нулям. Есть эволюшн. Вот я не знаю, насколько давно, но он есть. Но эволюшн не работает. У Блая, как обычно, это его, блин, тема. Вообще не сделать апгрейдов вообще. Так, пять архонов. Зил-то и Мортал. Здесь Беллинги, Реваджеры, Ублая. Ну, Хеллрейзер разводит. С призмой прилетел на мэнь. Залететь, уж Зилков дропнуть на королеву. Они сейчас все быстро убьют, точно. В это время выход сюда. Да, Беллинги до Аморфеля. Зил-то, кстати, погибли все буквально за секунду, благодаря Бейнам. Но пять архонов и два Аморфла. Опять же, их нечем убивать. Один архон будет уничтожен. Остальные живут все. И уничтожают еще и Зелли. Короче, ладно, неважно, куда там что телепортировалось, не буду всех задерживать. Может быть, с третьей, а может быть, со второй Хеллрейзер случайно телепортнул. Я не в курсе, честно. И главный архон будет, подожив сюда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Так, ну что, ребят Hellraiser 1-0 Это Боб 5 Против Блай он бьется Карта номер 2 Глубоководный риф, она называется Приходит Блай И он ставит 17-ю хату, но он не ставит Газпу, он ставит 3-ю хату Хеллрейзеру на 2-й базе, ребят, вместо Нексуса А так как здесь не Нексус 1-й, а пил он Гейгас Нексус кибернетчик и бил В итоге никак ее и не запилить Нексус, убить нечем пока Так, эволюшен что-то заказывается, отменяется после... ну это стандартно, после хата еще эволюшен пошел, стенка у Хеллрейзера есть, уже есть кибернетчика Интересно, что Адепт сделает Так, Зилот пришел, знаете, Хеллрейзер-то интересный здесь сделал То есть он Зилка подстроил сейчас просто, и он встанет и здесь будет Блая напрягать минеральную линию Так, ну кстати, хорошо Блай дрона увел, сейчас Зилка минус, ну без потерь, это хорошая работа называется Здесь непонятно, Хеллрейзер двумя пробками газ убивает, может лучше Зилота было оставить, если газ нужен так сильно Пришел еще Адепт от Хеллрейзера, отдался, ема, одного дрона одного Линго убил Эт, два юнита убили, Хеллрейзер с... ой, два юнита Хеллрейзер Юнит Хеллрейзера интересный, нет, два юнита Адепт и Зилот убили, это все дело ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Так, слушайте, передроп лингов от Блая на мейн пошел. Это Улын от Блая. Хеллрейзер абсолютно не готов к этому Улыну. Он вообще не контролит свой мейн, пока Феникс убивает одного овера. Второй овер просто собак сюда пачку невероятную какую-то привез. Они начинают просто грызть все уже. Рабочие падают. В это время на адепта накидываются Блая. А надо вообще на адепта? Выгрызи пробок, да и нафиг здесь. Пробки падают, пробки уходят на внешнюю сторону. Адепт там внутри где-то пробок. Собаки все новое-новое бегут. 20 рабочих уже минус. Будет еще больше минус. Минус Килон, ребята. ГГ 1-1. Вот да. Вот это Блай. Надо как-то, видимо, так и соулом было действовать. Знаешь, что не сгрызали, кистира нам не сделать, но... Так, 1-1. Идет. Блай. 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 Продолжение следует... 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 Так, ну мейн хорошо, здесь Блай законтроливает, королевами Оракула отгоняет, второй есть, Хеллрейзер не спешит врываться, раскачивает все, Блай по рабочим небольшому же плюсе, и четвертая база пошла, как вы видите, на центр крипте, один криптумор, правда, всего у Блай, раз, два, и третий раз прыгнул, он все, больше криптуморов нет, а нет, вот здесь в районе второй есть криптумор. На мейн не помешал бы, раз королевы десять, на мейн не доставит Блай криптумор. По четвертую там овер крипа налила, я смотрю. У Колрейзер третья не карманная, для Протса, Протса чаще, наоборот, карманную ставят, Скалбрана, глава-то такая база, 6 гейтов делать, 8 гейтов, плюс архивы темпларов, плюс ножки зилкам, без фаржи, это очевидная какая-то атака сейчас со стороны Хеллрайзера будет, вполне возможно, что даже, так, ул-ин, ну это может не ул-ин, ну, по крайней мере, ул-олл-ин-то точно вот такие атаки можно назвать, потому что если Хеллрайзер придет и ничего не сделает, он будет отставать по всем параметрам дрейды и там и т.д. и т.д. А у влайме, между прочим, уже 9 гейдральсков, без собак, правда, плюс 5 строится, 4 гейдральсков, вот сейчас 18 собак. По-моему, этого достаточно все это дело отбить, другое дело, понимает ли Блайзер, что атака здесь идет. Вот пришли, так, королева заблочилась стазисом, гейдра вступает в бой, зил, это все еще без чаржа, гейдральсками Блайзер сразу же арху на одного сбрил. Это полная печаль, надо, может, Оракулу подбрить, Оракулу не подбрить, зил это Блайзер убил, а в это время вторая призма на мэйне, на мэйне вообще ничего не было бы было. Спасибо, спаун 89, театру с наступающим 18 и всех вас. Так, так, гейдра стрел на приход, я думаю, сейчас на мэйне надо будет ее поломать, но нет. 127 по лимиту, но в этот раз Блайя больше по лимиту. Вот если по Блайзу сейчас был заказан люркер Дэн здесь, и он доделался, можно было бы просто что сделать? Взять гейдру, у нее дальность скорость есть, подойти сюда к рампе, здесь несколько люркеров на морфить и в лоб убивать идти. И в Хеллрейзер навряд ли бы что-то там предпринял бы разумительное против такой атаки. Часть гейдры, правда, Блайя на мэйне держит, это плохо тоже, надо там пушку какую-нибудь поставить и уже забить на мэйн. Но люркер Дэна нет, вы видите, и в итоге Блайя заходит, призму минусует. Так, в рампу врывается, да вар в Зилоков, кстати, к рампе идет, хороший такой. Зилоков Блайя разорвет. Филь, конечно, плохой, но... Как зажег здесь шторм, просто гейдра уже есть какая-то. Фатонку Блайя, ну, очень хочет забрать. Ну, Фатонку лечила батарейка, в ней она дэмэджа впитала несколько сотен, но не погибла вообще. Гейдра меняет направление движения. Вторая атака у Блайя, грейды получше. Гейдры все больше и больше стягиваются. До люркер Дэна 36 секунд, только что вот я смотрел было. Ну, будем читать полминуты где-нибудь. Блайя рядом со штормом тут бегает. Завел Гейдру в тыл. Еще штормы кидает Хелрэдов. По своим делам неплохо, кстати, прилетает от штормов. Так, здесь на доварке Блайя Зилков разбирает несколько штук. Причем очень неплохо. И как раз почти люркер Дэн готов, но 6 или 7 Зилков на вторую базу. В карман на третью, 4-х минеральную, еще Зилков где-то штук 6 пришло. Или даже меньше, да, даже меньше с призма 4 Зилка, и они и так убили все. Блайя убил третью Хелрэдзер, полимитов все еще в плюсе. Но Хелрэдзер здесь с таким количеством юнитов просто гигантский урос на нем. Всего 4 Зилка плюс там забегание, и у Блая значительная часть экономики минус плюс. Но все-таки Блай нормально бьется, по-моему, даже можно сказать, что он ведет здесь до сих пор. Это, в принципе, очевидно, лимит-то больше. Вот нужна люра какая-то Блая, и с люрой будет проще значительно. Три люркера Блай делает. Немного, но и здесь немного. Ну, в таком количестве, когда люркеров мало, такая вот армия, тем более имморталы Архонов, Ротаса, она решать будет. У Архонов бонус побил, имморталы по тяжелым хорошо бьют. Так, продолжается давление. Люра перекапывает. По люре хороший шторм заходит сейчас. Но по люре-то нафиг по одному люркеру 80 дамажа, если по гидралам несколько сотен нужно нанести. Они плотнее стоят, и вообще больше дамаг обычно стран получают. Гегей пишет, Килл Рейзер не выдержал, он все-таки прессинг-блайер. Так, на Сбере. На Сбер приходит, Анастасия Викторовна К. Спасибо за стримы со смайликом. Спасибо большое, не знаю. Мама чья-то или... Или нет. Даже если честно, ребят. Спасибо большое всем. Спасибо большое всем за поддержку. Четвертая карта у нас, Хелл Рейзер Блай. Ну, в три матча за третье место вроде нормально. Спасибо. 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 Так, ну что, Варди тут, все тут вроде как. Спасибо. 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 за подарки. Еще раз, ребят. Большое. Еще там помаленечку Турик поддерживают. Смотрю, молодцы. Ага. Смотрю. 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 Blackpink у нас, Блай, на 7 часах Hellraiser на часе дня. И опять билд. 17-я хата и 3-я у Протса на 2-й. Сейчас будет готов Зилок. И куда он пойдет этот Зилок? Кибернетку, кстати, в Hellraiser ставит. И форжу. Опа, сныкал. То есть, Кибернетка Майнгеймс. Кибернетку он считает, что Блай будет видеть, но Блай не видит Кибернетку, кстати говоря. Вообще все Hellraiser увел сейчас. Кстати, прям в рампе у Блая пилон здесь находится. Слушайте, а Блай может хату и не отменить там на самом деле у Hellraiser это. Как мне кажется. Здесь блочит Hellraiser полностью рампу Блая пилонами на ХГ прям. Но Блай приходит пробками, начинает кусать моментально здесь. Потомка раз. Вот сюда дрона надо выгнать и потомку вот здесь поставить, по-моему, нет? Слушайте, что-то пока, по-моему, у Hellraiser так себе удается все подзастроить. Хотя вот сейчас Фатонка заказалась и вокруг три пилона. И снизу Фатонка. Ну Блай сейчас дрону скоро съест, о, эту пробку скоро съест. На новую уводить. То есть, здесь-то Фатонка будет, а куда она будет стрелять вопрос. Пилоны отменяются? Причем наглый Hellraiser очень отменяет. Ну и все, сгрыз Блай Фатонку. Я бы сказал, что это провальное начало для пробца. Здесь никаких технологий, не эксус поздний. По рабочему уровень почти. Зилот навряд ли что-то тут наубивает, так как собаки уже окружают Блайовские. Ну то, что адепт уже пришел замечательно, говорит, да, для Hellraiser. Сюда подарки полетели. Спасибо, ребят. Да, грыз, все-таки пилон Блай, и подозрительное очень здание на меню Блая делается, которое обычно обозначает, что, по-моему, кто-то хочет заулынить, и этот кто-то Блай в данном случае, потому что, смотрите, собак уже на карте здесь десяток есть. 10 ровно, и 12 строится. Всего 1 ADF в рампе, батарейки нет, между прочим, у Hellraiser здесь дома. Ну, не надо здесь полностью улынить, иначе, как бы, иначе отобьется, блин, Hellraiser. Так, нет газа, два его дают. Одного овера заморфил, а на второго-то газа нет. Ну, можно сделать, попытаться что? Так как нет варпа, сейчас просто дропнуться в рампу и попытаться рампу прогрызть. Здесь юнит-то всего один. Кстати, контролят вообще. Видит Hellraiser, что дропают? Смотрите, он не видит. Офигеть, темная зона такая небольшая на мэне здесь. На второй, точнее. И Hellraiser просто не видит ничего здесь. Так, Аракул готов. На мэне, смотрите, в овере ничего нет вообще. Собаки пробегают сюда, врублено, дэмодж, Оракулу врублено, что не сделано вообще. Так, силу овера, блай. Здесь опять дроп попер. В этот раз, причем, Hellraiser, по-моему, видит все. Это прекрасно, этот дроп есть. Так, один адепт почему-то снаружи. Почему он снаружи, не понимаю этот адепт. Сразу минус энергия вся в батарейке. Адепт падает с двух сторон, окружает Блай пилон, ребят. Варв доделся, но собаки варвались внутрь. Там раскачка идет у Блая просто сверх активно. база его. Второй, третий. Собачек продолжают нагрызать. Оракул, конечно, напрягает, собак отгоняет. Так, Кобра. Да, слушай, тут мне кажется, что у Кобры бомбануло бы с этого, этого, такой застройки, потому что она же не удалась абсолютно. 46, 30 по рабочим, 3 хат и Блая, 2 базы Сталрейзера. Ни о какой третьей базе речи нет, проба нет, Твайлайта нет, фаржи с грейдами нет, есть только Старгейт, есть 2 Оракула Феникс. Ну, надеюсь, может, на то, что 2 Оракула что-то сделают в контратаке, я не знаю, что они смогут сделать вообще. Вообще, учитывая, что Блай спорок нет, может, что-то и сделают. Очень странно было, что спорки не ставят. Видел прекрасно Старгейт, видел 2 Оракула, все, он уверен, что он там Хеллрайзера так напрягать будет, что он ничего не сможет сделать. Собаки домой играет, Хеллрайзер пошел вперед, но это такой уже улыбный получается. Так, 18 рингов в Хеллрайзера, как не было спорок, так и нет. Смотрите, два Оракула прилетают, здесь одна королева. Блай вообще что делает, я чуть не понял. Сейчас королева в секунду, минус. Собак моментально Хеллрайзер развалит. Собаки новые, новые, сразу же отдаются. Дронов Хеллрайзер начал убивать вообще сейчас пачками. На третьей базе, на второй везде атака идет. Похоже на 2-2. что-то в лайк контратаку проморгал просто в хлам. Была одна спорка, по спорке на каждой базе, вообще бы ничего не получилось. Адепта-то без Глев, вообще без всего. успокойся, морозы. здесь стенка до сих пор полная у Хеллрайзера. Кстати, у Глая это самый прикол, что у Хеллрайзера кончается мейн, а третьего нексты нет. А у Глая тут Гидроден. Правда, против Глев, что делать тоже я не пойму все равно. Глая строит собак, у него четвертый уже ХТС. 20 штук. Ему сейчас 10 дронов наоборот, потому что Гидроден Гидроденом, но что этот Гидроден может сделать против такого количества адептов, которые будут у Хеллрайзера. А какое у него будет количество, кстати, я даже не знаю вообще. Ну, сейчас 10 дронов влазь за каждую какая ему 10, как раз 8 Хеллрайзера убил. Так, опять собачий гонет. Есть Грейд на Гидру? Нет, нету Грейда у Лая на Гидру. Так, 5-2, смотрю, баня ДНС убил. Не получился камбэк у ДНС как с Глайм. Ну, там флорид очевиден был. Что-то бухтит сейчас помаленько. 38-29 полиаметов. Вот был бы этот Грейд, Глайм спокойно вперед мог идти. А у него его нет этого апгрейда просто. Куда тут идти? ин Porsche нужно 3-ть Options у Кэла начал убанить. 59-46, по экономике полное доминирование процесса, но по-боевому Блая больше. И сколько у него гидралисков? Такой-так себе боевой лимит, не супер большой Блая. Пытается адептов настигнуть Блайдису в Рейзеру. Кстати, поймал три адепта, или нет? Собаки окружают, гидралы помогают демжу. Да, три адепта минус, кстати. Непонятно, как Блая бегает, если честно, куда он бежит, я не знаю. Но атаковать пока не атакует, и мне кажется странным это решением. Ну, смотрите, кстати, по экономике обогнал. Ну, грейдов по нулям у Холл Рейзера атака есть. Люркера Дэна я тоже не вижу. Непонятно, почему. Кстати, Эволюша-то есть у Блайдису. Ну, это в стиле Блая. Сделать Эволюшу, но не делать в нем ничего. Так, ну, встались на лаву. О, гидра заблоченным. Блай еще Бэйна делает. Очень странная атака. Зачем строил Блай рабочих всех этих, если он собирался изначально в атаку пойти? Пока был хороший боевой, реально, Блай проморгал весь этот тайминг. А когда уже стало так, все ситуации, Блай пошел вперед, и в итоге увидите, что из этого получилось. Блайдис просто штормит все к вам. Уже сам в атаку пошел. Дилоты прыгают вперед. Бэйнов явно недостаточно, чтобы этих дилотов убить. Хотя, знаете ли, Блайд сплитится, Бэйны подстраиваются новенькие. Может быть, их даже нет. Блайдис к вам убивает. Все-таки на 2-2 похоже. Так, четвертый Нексус Хеллрайзер занял, кстати. Блайд 130, я понял, что за стиль? Почему без люры стиль? Фиг знает. При этом всем агрессивный, вообще без грейдов. У Хеллрайзера вообще сейчас плюс 2 доделается, самое удивительное. Покатушек не было, ничего не было вообще. Чаль, что ты, залезь на окно уже, не стой ты там. Лезь, лезь. Залезай. Не видит ничего и что ты лает. Иди на окно. Давай, давай. Не хочет. Стоит с дивана, смотрит. Стоит с дивана, смотрит. Блайд, Блайд, надежда, похоже, Хеллрайзера пробить с покатушками, по крайней мере. Опять надо было бы пустить сейчас что-то туда под стадисную ловушечку. Минус лингов. Пачка не доделались. Бэйн, здесь Блайд разводит на штормы Хеллрайзера. Так, ну 4 Бэйна здесь закатываются на четвертую Блайд четырьмя. Хеллрайзер вообще не отреагировал никак просто на эти Бэйлингов. 12 пробок в итоге потерял. Вот этот неприятный, на самом деле, врыв был. Слушайте, Блайд, лимит, такой хороший, накопил. Другое дело, что Грэйды провальные, а тут, о, тут прервые три карлера уже пошли. Хеллрайзер врубил Зеста, Хира, кого угодно, то есть сейчас из корейцев, просто даже когда у них преимущество, они что-то сидят и в карлеров начинают выходить. А их иногда за это приходит, Зерка просто убивает, как бы не знаю. Сейчас убилает, что выйдет, будет он. Вообще должен, наверное, тайминг какой-то исполнять, извиняюсь, что-то. Шапка, блин, наушники скинула, хотел шапку поправить. Опа, как раз атака идет. Хорошо, Бейны прям в делов зашли. Стазисную ловушку сработало. Неплохо, я бы сказал, но... Так, штормовиков влазьгрыз. А есть вообще штормы еще? Есть один штормовик, у него на два шторма энергии вообще. Улучшение завершено. Свою базу атакуют. Сольте бежать. Все было замечательно, но вот сейчас Блай как-то кривовато, мягко говоря, вперед пошел. Но бейлинги зашли прикольно. Аракул падает. Благодаря полям своим эморфлой гидру добивает. У них еще и три атаки. Три атаки это реально много. Кареры первые вычеты, то есть если сейчас Блай с 17-ю плюс вышедшими гидралисками ничего не сделает, то, похоже, он уже больше вообще ничего не сделает в этой игре. Улучшение готово. Круто! Месторождение у конец. Да, вот идет атака, ребят, на три часа очередная сторона. Блай. Гидры очень много. Нужно не с интерсепторами драться, а с зелками, видимо. Гидрали с кингбьют, как львы. Интерсепторы, кстати, кончаются у Тиллрейзера моментально практически. Но 144-148 что-то по лимиту как-то так себе. Пытается Тиллрейзер идти вперед, понимая, что иначе пробить могут. Карреры все больше и больше. Штармы проходят 140-120 с лимита. Ну и Блай отступает своими пожитками. Крэйды у Блая провальные, конечно, были на Гидру. Это бесспорно. Карреров уже 5 и Хеллрейзеру можно вперед идти свободно ими. Они регенят интерсепторов по 6 секунд. В 6 секунд каждый каррер по одному регенит. То есть очень скоро они отстроятся. Пока сюда летишь уже 8 интерсепторов. интерсепторов это 48 секунд получается. А нет, погодите, таких слоев. Ну да, 48, все правильно. Что-то я сомнился в этом моменте. Телепорт делает Хеллрейзер домой. Блай пришел Гидрой. А отступить-то успеет Блай? По-моему, не успеет. Он еще здесь вообще сделать. Плюс Глана Карреров уже заходит. Гидра падает. Здесь Зилки тоже справляются. На мэне забегания собак есть Фатонка. Она всех не убьет, но можно пару Зилотов доварпить, и они отобьются. Здесь всего два Гидра 100 лимита. Здесь батарейка не дает даже рабочего подрезать. Зачем Гидрой Скеллрейзер туда? Зилков ворфанул, не знаю. Батарейка долго не давала рабочих пробрить, но в итоге все-таки кончилась энергия, рабочие начали падать, но Скеллрейзер идет добивать Блай, и здесь вообще ничего нет, чтобы убиваться. Надо заходить на вторую. Напряженнейший матч, кстати, за третье получается, прям реально. Жаль, что это не финал, но финал посмотрим, какой будет. ГГ Блай пишет 2-2. ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, вроде все нормально Ну что, путь на юр, карта такая немаленькая у нас, решающая пятая Лайковый Razor сейчас биться Дима Торзок Ну что, два-два и погнали! Дима Торзок Нексус первый у Хеллрейзера Решил он, что Нужно похалявнее начать в этой карте Что же Блай? Блай, семнадцатая хата, пул безгазовый? Может быть, третья будет До готовности пула при этом раскладе Я просто не знаю, зачем-то такой билд играть вообще Возможно, да Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, непонятна точка сбора Кривая у Хеллрейзера Ну, сконтролил, ребят В общем, развитие идет Нексус первой Пробки строятся Поэтому больше у Хеллрейзера на шесть пробочек Что-то подзавис Я на секунду буквально задумался О том, что надо позвонить человеку, блин Позиция у нас Одиннадцать часов Хеллрейзер Синий и красный Блай на пяти Вот, и пилон Пилон, точнее В Нексус Потом, соответственно, гейт Там, кибернг И в Старгейт Хеллрейзер играет надежно То есть, получается Сталкер забредает на мейн Сталкером Хеллрейзер хочет овера Пусть здесь особо некуда Им не улетать На этой карте Вот в чем прикол Если этого сбить Можно, в принципе Старгейт И какого-нибудь Юнита заказать Интересного Да, сбил овера Но второй Висит в рампе И видит все Глай понимает Что Старгейт Понимает Что Оракул может быть Но спорки не ставит пока Почему-то Так Я не знаю, как Варди Будет стримить Турик свой Ну, наверное, пойдет На свой Турик Финал не будет стримить Видимо Потом реплеи Ему скинут А стримит он финал Я думаю Дал следствие 20 лингов У Блай Лэр Ну, это третья база Подгрыз какой-то третьего Нексуса вероятный Но Нексуса-то нет еще Только пилон один Вообще Хеллрайзен Не понимаю Что делает пока что Оракул прилетел Два дрона Минус ну Опять же Бесспорочный Блай То есть Спорки он не строит Почему? Без понятия Собаки прибегают Третий Здесь один пилон Только все Пилон надо сгрызать Блай всех лингов Кстати, даже не показывает Молодец Субтитры сделал DimaTorzok Так, опять У Блай нет спорки Опять пять дронов Хеллрейзера ему подрезает 47-45 Порабочим Плюс еще Четыре гейта Ребят От Хеллрейзера Опять Улын По-моему Полетел Восьми гейтовик Блай делает Оверсира Разведывать хочет А там Призма полетела Вперед Гидре Скорость рейндж Делается По боевому лимиту Ситуация близко Кублая гидралис Ноль, конечно же И 22 собаки Собаки Против архонов Так, все юниты Четыре зилка Плюс четыре штормовичка Сразу же сливаются Архоны Вот я все понимаю Пуш это интересный Да, как бы Вот этот вот Но Почему Хеллрейзер Его постоянно В открытую делает Как бы Хотя, как его скроешь Просто Зерк в Лотве То есть Это ладно В ходе воли Там Третьей базы Могло и не быть Такой ранней А в Лотве То есть Третьей базы нет И все понятно Что Крок делает То есть Он двухбазовая Значит Что-то делает Либо Где-то Низенышки Какие-то Там есть Я не знаю Так Архончик Минус Зилоты Заходят Ядру Топщат И не слабо Зилки Но Собаки Прибежали Прикрыли Хеллрейзер Двакс Зеленых Зилоты Спас Слушайте А Хеллрейзер Тем временем Он не аулынил Полностью Он ведь Третий Нексус Вышел Там Разменялся С Гидрой Заставил Блая Подраться Разменяться Слушайте И Блай Вперед Идет Причем От Блая Это Врать Сима Ни Беллинг Неста Нет Ни Люркер Дена Это Гидролинго Прессинг Идет И по-моему У Хеллрейзера Зилки И Архоны Против этого Микса Блая Замечательно Зайдут Сейчас Но Важно Чтобы природа Точнее Юнит Это Блая Растянутая Это очень важный момент И как он Ими сейчас Законтролит Другой вопрос Если Блай Люруба Добавлял Например Было хорошо Вчера Лейзер Помните Как сделал Пробил Зилота Вот он Заходил На этой же Карте Точно так же Ох Здесь Архоны Зилками Гидролинго Просто Блай Всеми Гидролинсками Здесь забегания Не получилось На третьей И вообще Ничего не получится Здесь Зилки Тащат Лейзер Зашел Он видел Что армия Просто здесь стоит Правда там Без Архонов Чисто Зилоты Были И он что сделал Он просто пробил Адепта в рампе Вот здесь Собак сюда В рабов запустил А Гидрой Вот так вот стал И один здесь блокировал Зилотом проход И в итоге 8 Гидролинсков Без потерь Что Наверное 7 Зилков убили Так и Архонам Тоже сюда не зайти Вот чем прикол То есть можно Прямо то же самое Было пытаться сделать Так Залил Блайз Мариу Здесь робом И Моркл заблокировал Забегания идут 7 пробок Минус О Призма через Гидру Пролетает Красавчик Блай Слушайте Полной задницей Блай Ну сейчас Как-то подсобрался И даже Камбэчит здесь Но в районе Мейна Призма Где оверов Вообще нет И не контролит Ничего Хеллрейзер Блай Кажется В контрагрессию Культу даже Выходит Ну опять же Только Баллинг Нест У него Люркер Дэна То нет Сейчас если Хеллрейзер поймет Что Байармия По центру бегает Сюда 8 зелков Варпанул Тут такие проблемы Начнутся Просто жесть Даже можно Два сюда Повести А шестью Сюда Например Прыгнуть Попробую Чарлик Чарлик Зовут Так что Не в честь Этих всех Удодов Английских И не английских Так Три пилоны Четвертый Барри 158 154 Во-во-во Смотрите Заходят Зилоты На мейн Блая армия Фиг пойми где Пока сюда вернется Пройдет время Причем Серьезно Узелков Плюс один Доделался в бою Собак Они сразу же Эффективнее Намного Начинают убивать Размен Выгодный Просто Невероятно Для Коврайзера Получается Рабочие Катались Неско Погибло Собак Там Штук 20 Наверное Наубивал Ну как По минералам Может Примерно И вровень Низклики От Коврайзера Стармы Случайно Кидают По минералам Может Примерно И вровень Но Блая Отвлек Очень Тильно Ну и кстати С торги И там Все дела То есть Хочет В армаду Уйти Глай Будет Атаковать Явно Причем Сейчас На Покатушках Бэйнов Будет Атаковать На тайминге На этом Слушайте Четвертая Тут Есть Пришел Блайн Казалось Что Поначалу Кое-как Вроде Начал Драться И нормально Получается Ну в итоге Развалился От Хеллрейзера А у Хеллрейзера Уже Кареры По три Штуки Строятся Если Он их Сейчас Начнет Бустить В итоге У Хеллрейзера Тут Армада Будет Слушайте Там 160 На 120 Кажется Блайн И Мальча Третье Место Проигрывает Еще Та ему Последние Дни Не Прет Еще Рано Пока Блайн Списывать В этой Карте Но Вот эти Здания Вот это Здание Уже Давным Должно Было Быть То есть Если Блайн Когда приходил Сейчас Он уже С Лерой Должен был Прессовать Причем Не обязательно Сюда На армию Заходить С Лерой Можно Вот сюда Было Зайти Вкопаться И Но Люры Не было Десять Муталисков Пошло Против Трех Таргетов Мута Свич Это Жесть Конечно Пятнадцать Муталисков Путы Карери Будут Которых Мута Очень Плохо Убивает Во-первых Во-вторых Просто Три Феникса Под Густами Заказанных Три Шесть Там Их Станет Моментально Много Хорошо Беллинги Взорвали Пушки Здесь Ну Пушки Достаточно Дорого Стоят Так Призму Блайна Для Для дежурства За призмой Шесть Гидралисков Выделено А мута Куда Мута Вразмен Мута Вразмен Идет Кайреры Плюзархона Здесь Блай видит Кайреров Должен Понять Что сейчас Тргип И есть Как В лоб Он драться Точно Не сможет При этом Ооо Беллинги Заходят Сюда Беллинги Не докатываются До фотонов Вообще Начинает Блай шатать Рабочих В какое-то время Блай К самому Зилоты Пришли Пятнадцать Дронов А не просто Шестнадцать Семнадцать Хеллрайзер Прокликал И убил Всех На четвертой Базе Ну Мута Тоже Работает Но Убил Блай Уже Меньше На данный Момент Чем Хеллрайзер Ему По лимиту Отстает По рабочим Отстает С каррерами Делать Что непонятно Муталиски Разваливаются Карреры Их вылавливают Здесь уже Пятый Нигз Добывает Пятый Нигз Блай Наверное Минус Нед Ну Не факт Кстати Что Минус Мед Не Минус Мед Ну Надо Сваливать Гидрок Можно Быстрее И опять По грейдам Полный Аут У Блая Одна Атака На Грейдрун Одна На Собак Одна На Воздух А Около Рейзера Три Сейчас По земле Будет И Воздух Одна Есть Блай Двадц Гидралов Заказывает Ну Возможно Примет Карреров Этих Так Что-то там Сол Пишет Телрейдер Уже Кажется Агрессив Ищет Начинает Углая Гидролюра Пошли Штармы Не мне Сол Пишет Или группе Я не знаю Зажимает Колрейзер Блай Ребят Блай Пытается Отойти Гидрой Назад Там Забегание Идет Залет Муты Ну Муты Там Бесполезно Ну Как Бесполезно Рабочек Она Убила Но Блай Сам Теряет 70 На 160 Лимит А Блай Четвертое Место Ну В призы Попал Но В этом году Что-то Как-то Я Скажу Вам И Финал Не СНГ И Топ Один СНГ По Версии Года Hellraiser Ну Как Он Топ Один С Натяжкой Как Бо Он Всех Лучше Из СНГ Выступил Но Это Не В финале Было Получено Звание Так Тоже Вариант Такой Ну Что Ждем Финал Как Можно Быстрее Сейчас Позвонить Названивали Тоже Люди Сейчас Позвоню Вернусь 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 Продолжение следует... Ну что, финал, ребят. 5 минут перерыв. Так, варди ушел свой турик, кажется, уже стримит. Реклама, пильну. 50 минут не пилил. Спасибо всем, кто от блога отключает, поэтому поддерживайте меня и мой канал, по возможности. Короче, подарки засыпайте, слэш-гифт. Поможет в конкурсе. Братья, там и так уже вроде нормальная ситуация. Надо переименовать стрим. Финал у нас, ребят, 2-7. Рейнер против Суула. Вроде наш турнир, но никого нет, к сожалению, из СНГ здесь. Так получилось в этом году. Ну а что делать? Всех полубивали. Делать здесь нечего. Ну, видимо, этот турик я достримлю и не буду, короче, варди турнир этот стримить. Похоже, сегодня, потому что куда уже... И так уже стрим идет чуть ли не... Ну там, со скольки он идет, не помню. Сейчас, одни что ли. Долго идет. Или с двух часов. Вечером много идет уже. Часов восемь точно. Спасибо. Продолжение следует... 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 Прошло все на минералы... Продолжение следует... 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 Бэйлинг Несту Рейнора попер Ну по рабочим все еще плюс И четвертая база есть Ну у соула щиты У соула 1-1 грейды подъехали У соула все юниты вообще вперед идут Ну забегание проморгал Смотрите назад такое интересное Есть два марика выходит Куда они там ломятся Непонятно Но в это время марики зато сами Сам соул приходит мариками К Рейнору на вторую базу Королевы пытаются уйти И не просто уйти оказывается от мариков Королевы падают 1-0 соул Ребята похоже Это боевого лимита у него больше И здесь просто нечем отбиваться А здесь рано или поздно тиран с рабочими отковыряется А вот мариков с медиваками Убить будет нечем Бэйлингов соул отфокусил Сейчас упадет и пул Кстати говоря Стименс у соул еще раз Пул падает Собак больше Вообще не останется На мейне погибает Все Рабочие собаки Королева Несколько рабочих Правда ушло Ну Видите лимит равный Но боевого-то у соулы больше Загрузился и на третью резко полетел Так Рейнор пытается сбить правильный Медивак Дэмоджин Если он даже его сбил Я не знаю зачем соул пытался передропнуться Но это была левая идея И вы видите Рейнор в итоге отбился И я уже говорю что у Гагенчика А так то у него 4 хата осталось Рабочих на десятку больше Вторая броня делается с другой стороны То есть Если покатушки Покатушек нет Есть Бэллинг Нест Есть Бэллинг Нест Вот здесь Вот надо заказать покатухи Мне кажется И вообще все будет прекрасно То есть Сейчас смотрите У Рейнора просто У Рейнора Нет ни одного здания Из которого боевые юниты Из-за которого можно строить То есть у него Только Бэллинг Нест То есть он только Бэйнов из собак может делать Но он не может ни собак Ни гидралов Ничего вообще он делать не может Это прикол Это прикол конечно Успеет соул до готовности пула там зайти. Ну вот приходит, тут ядра, конечно, заказана, но ядра не успевает выйти, четвертая, точно минус база. Все, сюда подтягивают соул сейчас. Королева падает, хата падает. Потери, ну, не двукратная, конечно, разница уже, но серьезная такая разница. Ну, ядра с двумя броньками бьется неплохо, сейчас рейнеровская соул чуть назад отлетает, что-то все забрал и улетел. А что он забоялся-то так сильно, я чуть не понял. Контратаки от рейнера. Главное, что посмотреть, насколько рейнер живуч. То есть, его прессуют, шатают, у него все равно больше рабочих, получше даже грейды, чем у соула. И у него есть все шансы тут на то, чтобы как-то ожить, потому что здесь двух баз прессничок, только третья сейчас занимается база. Продолжение следует... Смотрите-ка, контр-забегание от рейнера. Соул вторую ему прессует. База вторая упадет, но 21 ксм-ки не досчитался соул. ПВО ему тоже чуть отстает. Инженерка одна... А, погодите. Соул отменил вторую броню на пехоту, оставил только атаку и заказывает на здание грейд-нармоз. Рейнер в очень убогой позиции бой дает сейчас танчикам внизу. Но он даже с этой убогой позиции разбирает соула здесь все. И рейнер... Блин, рейнер, если втащит из такой ситуации, то он просто, конечно, молодой чертенок. Я помню ЗВЗ, когда рейнер в два раза меньше у него лимитра был. Он как-то в муту вышел с плеткой. Не помню, то ли с нерчом, то ли с кем-то играл. И умудрился выиграть там, ну вот... Что-то подобное там бомбануло даже у оппонента его. Но здесь просто вообще как-то чудеса. С тираном вообще... Я вообще офигела, конечно. Рейнер молодец. С другой стороны, Соул с двух бас прессовал. Но там были моменты, когда уже кто-то мог бы ИГГ написать. Рейнер же этого не сделал. И вы видите, бой-то продолжается до сих пор. Гидра с мариками неплохо перестреливаются. Марики кончаются. Соул вообще здесь все кончается. Собаки подходят. Бейлинг куда там катится? Надо Бейлинг вообще туда куда-то вкатываться? Решил Рейнер, что надо. ТСМ-5 минус. С ССХ уничтожается. Здесь минус Либератор дома. Был только что залет какой-то. Не понял я. Что за залет? Так, ну танк. Марики сверху не надо. Туда лезть, Рейнер, очевидно. Это, да? С ССХ ушла. Пробить не получилось. Все уничтожат полностью. Можно попробовать вот как-то сюда зайти, наверное. Так, заходит Рейнер через верх. Четвертую занял уже. 98-62 лимита. Атака сейчас пойдет на СОУЛ. Посмотрите. Не, передумал Рейнер. Танчик увидел. Оступил немножко назад. Так, третью базу СОУЛ так и не сможет занять. Смотри, здесь КСН-ки рядом. Можно сейчас прийти. Танк ССХу-то не прикрывает. Просто прийти и ССХу разминусовать, например. Пытается Рейнер даться. Оступил опять чуть-чуть плюс выше. С Вортиксом? Да, может с Вортиксом. Да, я уже не... Погодите, а что, погодите, за турик был с Вортиксом? Какой-то недавний... А, в Испании какой-то турик был, я помню. Потому что Вортикс давно не играет, просто... Если какой-то крупный турик в Испании проходит, то он фуфан может там поиграть. Или когда вышел Лотф, только он там начал что-то там подтрениваться. Я уж подзабыл. Так, здесь четыре бейна на третью. Закатываться будет. СОУЛ два танка плюс восемь мариков или десять мариков. Два танка... Это дроп такой был от него. Так, один танк минус. А, нет, два танка ушло. Один медиватк минус. Пусть точно погиб, получается. Казалось, что два танка погибли. Так, идет Рейнер вперед. Танчики хочет выгнуть и убивает. Выгоняет все. СОУЛ до сих пор не сдается. А что ему сдаваться? Он не верит, походу, в то, что такую игру можно проиграть. Но мы-то видим, что у Рейнера все хорошо. Ну, кстати, я не замечал, я играю от СОУ меха вообще. Вообще, сейчас все тираны мех обязаны играть. Потому что без меха как-то тяжело им. От СОУа пока сегодня я не видел. И вообще, как бы, не кажется, потому что он его не играет даже. И почему он все-нибудь обил чисто играет. Так, Гидра. Гидра минусует весь дроп и два медивака и всех мариков. 109-64, Гидры все больше и больше у Рейнера. На третью к СОУЛу не хочет пока эти. Ну, СОУЛ ни грейдов нет, у него экономики нет. Ни на грейды ни на что. Поэтому тут, я не знаю, как бы, Рейнер... Рейнер только закрепляет свое преимущество, отбиваясь от всего Хараса. СОУЛу бы какой-нибудь один. Единственный выход бы сделать, попытаться убить, а не дропаться. А он что-то отдается там-сям. В итоге от Рейнера забегание. Эффективно дома, оборона нет. Выхода единого нет. Выход слабый получается здесь выйти. Так, медивак минус, сразу моряки минус. Танк слоу-граунда минус. СОУЛ, 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 ДЭТ, ГГ. Брата Вортикса зовут Люцифрон. Никнейм в смысле его. А по имени я не помню. Педра кто-то там, что-то еще. А что, Димага лагал, что ли? Я еще внимания даже не обратил. Что Димага лагал у нас тут? Оказывается, что... Димага лагал, что ли? Димага лагал, что ли? Димага лагал, что ли? Продолжение следует... 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 Так, Думстёк, привет, поляки. Ну, я, конечно, поляки, а кто ж ещё? Я-то не против. Я-то не против. Так. Короче, Рейнера чего-то нет. Мэйджи говорит, похоже, что-то серьёзное. Может, здесь идёт, что-то серьёзное. А, вот, вступай от Рейнера. Пошёл. Так, ребят, пока пауза. Тут Чарлик вас с Новым Годом поздравляет. Смотрите, он в колпаке со мной тоже, как Снегурочка. А может, Чарлик Дед Мороз, а я Снегурочка. Съезжает он, Чарлик, не вкуривает, что происходит. Он с пумпоном. Вот такая вот морда, короче. Всё, игра начинается, ребят. Чарлика мучить не буду. Вот, привет он вам передаёт. Поехали. Оп. Не нравятся ему колпаки, конечно, эти все. Ну так, чтобы подубить время. Ну что, слава богу, Рейнер, всё нормально вроде как с компом. Счёт у нас 1-1, бой 7. И минимум 3 карт у нас впереди ждёт. Максимум... Сколько ещё максимум-то? 5 ещё максимум. Это дичь будет, конечно, да. Спасибо всем за подарочки. ПСК-1 ПСК-1 будут стримы, соответственно... Когда возобновится РУС Брэйн Кап. Ну, естественно, будем стримить мы. Когда возобновятся корейские турниры по первому Старкрафту, конечно, мы тоже будем... Я буду стримить, я буду стримить. Вот. Но до этого момента я даже не знаю, что там будет, как бы, ребят. Так, прокси-бараки от Сулу. Он сблавим такие дела. Кстати, я вот не помню, выиграл он ту карту. По-моему, да, выиграл подобную карту. Но Рейнер увидел прокси-бараки. Будет ли он пушку ставить? Вопрос открытый пока что. Вопрос открытый. Я не знаю. Так, успокойся. Чарлик, не рычи нахрен. Не рычи, бро. Лёточка пошла, ребят. Ну, забункерил. Тиран тут наглухо. Конечно, уже Крип растёкся прямо на бункера. Чарлик, спасибо за поздравление. Иди отдыхай, выиграл себя похожее. Так, Рейнер пытается мариков зажать. Не дать им бункер. Сел от Сула. Великолепный контроль. Три марика. Вот один, правда, не туда, как пошёл. Ну, три-то живых. Спасибо, Санан. Спасибо всем. Один КСМ всего остался. Ну, плётка копается. Она даже до этого бункера не достанет. Я же вижу, что она не достаёт, похоже. Даже до этого. А не достаёт. Слушайте, Рейнер лучше меня видит. Ну, я днище, конечно. А Рейнер молодец. Что тут говорить. А, ГСЛ шестого... Да не, мне про первым, про первый старграфт. Там вопрос был. ГСЛ обязательно будем смотреть, кстати. 2-го января, вот из серьёзного. Корейская отборочная на Intel Extreme Masters. Конечно же, буду стримить. Не знаю насчёт первого числа, но в Fallout, возможно, я и первого побегаю. Вполне возможно. Не знаю. А, погодите. Второго у меня жил день рождения. Ну, корейские-то отборочные же, они с утра идут, поэтому... Всё норм будет. По стриму. Время-то удобное для... В этом плане. Так, падает хата, ребята. Её уже точно здесь мне... Не отдэфить. Мариками плётки минусует. Рейнер, похоже, ребята, это 2-1 в пользу... Простите, соул. Рейнеру плётки минусует. Похоже, это 2-1 в пользу соло, что ли, или нет? Да похоже на то. Так, мариков всё больше и больше. Плётки падают. Тут ещё одна копается. Соул храбнокровно их сфокусил. Хатус фокусил. Гей пишет. Рейнер, 2-1 соул. Компания онлайт-токсик проходит. Говорит, кому интересно, по-первых, старик. Это, конечно, очень интересно. Ну, ты что, стримишь? Если стримишь, то она та ссылку на стримки, брать. А если нет, так... Может, и интересно, так никто не знает, где там и что. И как. Так-то. Рейнер, 2-1. Продолжение следует... 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 Так, вот не все успел, потом переименуем. Сулу готов, говорит, рейди гу гу. Сулу готов. Сулу готов. Если бы прожил, грыды бы были ой-ой-ой. Ну что, пятая игра. Карта битвы на променаде. Сулу, я помню, как Блайд здесь с Гастами Решател. Блайд даже в ультралах вышел, вроде бы все вышел. И все дела. Рейнеру скоро в арте играть? Да я думаю, в арте чуть-чуть подождет Рейнера-то, наверное. Да и все-таки Рейнер здесь побольше, чем на Варде Турики может выиграть. Там как-то хз. Там еще биться и биться. Кстати, призовой можете пополнить, ребят, если хотите. Конечно, тут уже больше часть не нашим отойдет. Ну, че жопиться-то как бы. Мы в Старкрафт пришли смотреть. В итоге, можно сказать, пока на данный момент выиграли. Что у нас тут? Блайд выиграл 6,258. Hellraiser 3,988. Второе место 15,647. Первое 31,295. Ну, сколько? 500 боков, да, где-то первое место. Сколько там по курсам-то по нынешнему? Не знаю, сколько там баксов еще настоит. 57, даже больше, чем 500 боков. А тем более, например, у поляков у них своя валюта. То есть, как бы, она к рублю вроде как выгоднее курс идет. То есть, соулу вообще норм. Было бы. Поедет в Калининград, бухача наберет, по-любому. Ну, или что-нибудь еще там, не знаю. Ну, рубасы. Короче, ребят, соул сбивает овера Рейнеру. Первого, второй овер. Или вот это первый был. Нет, скорее всего, второй. Этот улетит. Ну, тут не нагонят. Моряки уже хотят. Клинцову прям сюда идет почти. Нет, чуть-чуть все-таки не нашел. Он рядом улетал. Зато моряки подставили КСМ-ку. Ну, а тут умный нигерок-то сидит в ней. В этом костюме. Посмотрите. Сецех усел. Холков с другой стороны вышел такой, там, бегом, короче, как, знаете, дом сквозной. С аркой такой. Подъезд. С одной стороны вышел, с другой зашел. Собаки тупые, не понимают. Внутри пройти не могут. Вынуждены оббегать. Минка, кстати, усовывала. Второй копается. Дробь какой-то с минкой будет. Мариков, похоже, плюс Гелиги. Возможно, даже Хелбат Куш. Ну, а тут третья хата. 28-24 по рабочему. Так, сапай блок соулот хватил. Не очень приятно. Гелиги-марики летят вперед. Тут пять мариков Минка, а здесь два гелика зажаты собаками. Оказывается, соло эвакуирует КСМ. Не закрыть будет. Как соло зафейлил. Пожалел рабочих. Не закрыл проход. И посмотрите, что творится. Собаки урываются. Но как геликов поставил четко. Молодец. Четыре рабочих в итоге потеряно. Собаки все слились. Сделен и все уничтожает. Кто вообще потерял-то тут? Зерк больше потерял. 23 линга потерял на два гелика. Вообще, там, на рабочих четыре штуки. Вот один линк наверстывает за других. Говорит, я всех сам один грызу. Злой пацан попался. Злой пес. Злой пес. Ну, в ответку за тот проваленное забегание Рейнер здесь умудряется сгрызть всех геликов, потеряв два дрона. В итоге у Соула потери теперь опять больше. И опять забегание идет. И оверы морфятся для дропа. О, ёлопоросты. Восемь. Семь королев вперед полетят. Так, что-то там Рейнер с дрызть собаками. Дальше королевы полетели. Их семь штук, я уже говорил, еще строят. Собак делается просто невероятное какое-то количество. У Соула стенка закрыта. Сюда королев дропнуть семь штук и можно все что угодно сгрызть. Депоху Армори даже можно сгрызть. Лучше, как же, Депоху у него хп меньше. Ну, Армори больше собак смогут грызть с другой стороны. Но это не настолько решит, как количество хп. Так, часть лингов забегает. Геликов. Ох, запустил Соула. Это по-моему. Собак запустил, чтобы королевы дропнулись. Собачки за королев уходят. Депохи начинает Рейнер грызть, чтобы пролезть всеми юнитами сюда. Депохи падают. Вот сейчас сапплай блок будет, если все сгрызть Депохи, которые здесь есть. Рейнер залетает прямо к Соулу сюда на мейн. Ну, за минеральную линию дропаться надо. Хелбатам неудобно там бой давать с королевам. Что и делает Рейнер, соответственно. Собаки грызут все, что могут. Королеву надо трансфюзить. Фьюзить эту. Надо вывести ее, чтобы она меньше дамага. Как же убого рабочие проходят сюда. Королевы просто все разбят. Вот тебе июнь оборонится. Прилетело 7 королев. Хер, что сделаешь им, ребят. 3-2 Рейнер. Красавчик. Если не читер, но не читер. Сейчас, ребят, еще секундочку. Буквально отлучусь и вернусь к вам. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, всё, я здесь, ребят. 3-2 Рейнер ведёт, ребят. Ну и Сол решил не что иное сделать, как два прокси-барака. Он уже делал, он уже делал эти бараки. У Рейнера Матчпоинт, кстати, стоит отметить эту чрезвычайно важную информацию, что у Рейнера Матчпоинт. ГЛХФ пишет Рейнер, ГЛХФ пишет Сол. Рейнер пролетает рядом с бараком, причём он в краем вижена овера, возможно, заметит этот барак, а Сол не заметит овера точно. Потому что тут на краю носа... О, так, Рейнер тут что-то, кстати, поворачивает, прям как знает, как будто бы вот около бараков. Вот он влетел, опа, чирнул, смотрите, чирнул и увидел, офигеть. Так он Эппул первый играет, ещё с газом, что самое интересное. Передумал выходить, ставить там хату. Заказывает овера сейчас. Ну, королевы, линги нужны, и скорость им просто, и всё. О, ничего себе. Антула, это супер ол-ин, просто с четырьмя бараками. Вообще дичь какая-то. Как будто договорились, что Рейнеру быстрее надо доиграть. Как будто договорились, что тут вот это. Солу-то вроде не надо играть. Приходит, Сол увидит хату. Четыре линга Рейнера уже к Солу побежали сейчас. Пока Солу-дить хату будут отменять. Да Рейнер просто, на самом деле, байтит его вот этой хатой, что называется, на то, чтобы он время здесь терял. Она ХП-то набирает, просто потом эскейп отмена, и всё. А здесь собаки на мэне будут. Не спешите покидать, кстати, стримы, ребят. Сейчас, чуть позже я стоп-статкнусь, без задержки вернуть, и объясню, что завтра будет он. Так, зашли линги. До эпоха падает Соловская. Мариков он строить больше не может, просто не может. Пытается нагрызать нам. И всё, скорость собака готова. КСМ-ки под ударом. Четыре линга разводят их просто как хотят. Рейнер пока ничего не потерял вообще. Грыз Мону, кстати, и так бы погиб. Так, ну, кстати, барак-то один отменил. Ещё у Рейнера хорошая ситуация, у него больше лимита. У него намного больше технологий, он бейлингов делает. О, не, ребят, это печать. Здесь Марик один вернулся. Но я не уверен, что этот Марик что-то вообще здесь делать сможет. Надо уйти лингами дамедженными, просто сейчас изоаморфить. Из них бейнов, по-моему, Рейнеру, и не париться вообще. Собаки протискиваются свой с бункера. Здесь всё, три Марика осталось. Настигай, Рейнер, все, которые отступали Марику здесь. Соло бомбит. У конец, и он покидает вообще. Так, ну что, сейчас я переименую быстренько. Стоп-старт делаю, ребят. Стоп-старт всех наступающим, кто записи будет смотреть. Григо до 2017 закончено. Завтра крайний стрим в 2017 году. Даже не крайний, последний, потому что крайний он бы был, если бы он был не последним. А 2017 год уходит, 2017 больше его не будет. Всё, делаю стоп-старт, ребят, ждите. Субтитры сделал DimaTorzok